всем привет еще раз сегодня у нас 9 ноября после минска и так далее хотел рассказать по поводу запуска товаров но даже после того времени что нас прошло недавно там две недели всего на все любом случае за идут изменения очередные в принципе нормально хотел сделать единственное замечание сразу все что здесь рассказывается будущем дисклеймеры такие будут делать все что рассказывается здесь это все как правило мелкие или крупные нарушения правил иметь ввиду из-за этого каждый берет ответственность на себя мы кто продает сервисы кто рассказывает о них с различной целью это просто информатив информация вы можете воспользоваться можете не воспользоваться вы можете понимать анализировать как работает конкурент и так далее но в любом случае могу сразу сказать вся ответственность всегда лежит на нас на продавцах я как продавец исключительно могу за себя сказать что все что я рассказываю какие есть проблемы какие есть плюсы минусы я всегда использую на себя вот и будет ли какая-либо проблема первостепенная сам прекращу этим заниматься или буду перестраиваться и буду естественно об этом рассказывать и не собираюсь это продавать тем более вот так что имейте ввиду всегда любые способы манипуляций наказуем амазоном и берите всю ответственность на себя в любом случае другого варианта нет я беру на себя ответственность каждый каждый на себя так по поводу он хотел сказать начать наверное как лучше сделать начну начну тогда я наверное частично с услуг потому что будет более понятно изменение стратегия связано с теми новостями которые нас происходят негативные отчасти есть позитивные есть негативные новости негативные новости связаны с не верифайлзами потому что пока мы не можем сбалансировать и встать на рельсы как раньше работали написали мы здесь небольшой текст могу прочитать чтобы было более понятно сейчас секундочку открою его и здесь комментарий в принципе написал не знаю читали не читали они верифайлзов что срок жизни как верифицирован так и не верифицирован отзывы напрямую зависит от того как часто будут и каким образом совершать атаки конкуренты какой текст будут содержать отзывы и какие действия будут производиться самим лисингом жалоба конкурентов и ликвидации чайлдов и на оформлении вариаций обращение в саппорт и написание отзывов текст которых противоречит регламенту все это факты которые приводят к различным вот этим вот проблемам на данный момент прошло уже как минимум две волны сейчас сегодня у меня у человека опять удалили полностью по-моему все отзывы не верифай вот и я не понимаю на данный момент как с этим бороться потому что мы не можем поймать не можем поймать последовательность вот и на данный момент мысли разные абсолютно сейчас переделал алгоритм изменяем наверно есть кто-то кто делает отзывы у которой наверно не удаляется я таких не знаю потому что когда месяц назад все это началось я начал мониторить я знаю двух человек которые занимаются отзывами ну как мы то есть остальная масса это делает просто отзывы серий по аккаунту то есть они делал что верифай что не верифай с одних тех же аккаунтов это риски для покупателей что их забанят но и никогда особо не держались мы сколько сергеем не пытались настроить эту систему она не работала что год назад что сейчас из-за этого по гарантии там несерьезно по поводу тех гарантий которые в интернете дают обращайте внимание на те кто эти гарантии дают когда бывает аккаунт у недели нет или месяца и они по полгода дают гарантии непонятно при условии что это какие-то левые вообще люди неизвестны то есть если уж доверяйте то доверяйте людям которые имеют репутации которые по крайней мере не скрываются вот и они завтра аккаунт не поменяют и и новую услугу будут продавать вот так что мы сейчас не понимаем этого есть предположение одно из это что amazon начал реагировать на жалобы гораздо быстрее и все эти проблемы связаны с тем что amazon именно больше реагирует на жалобы потому что на жалобы наших конкурентов покупателей или еще кого-либо я не знаю потому что с одного аккаунта делается несколько отзывов одни отзывы полностью удаляются другие не удаляются вообще у некоторых отзывы вообще не удаляются некоторых удаляются там как и раньше 12 в месяц а у некоторых удаляется полностью то есть непонятно все эти действия они имеют затратную часть и соответственно каждая каждая гарантийное обязательство она несет соответственно сначала в ноль потом убытки вот то есть все старые наши действия мы в любом случае будем доводить гарантию до двух месяцев как и обещали вот по поводу возврата денег нескольких человек есть мы как бы всегда говорили что мы будем именно обеспечить гарантии потому что не получится деньги вернуть работа сделана затраты понесены вот но два месяца в любом случае возместим все эти отзывы по поводу ну в любом случае по поводу старой работы все понятно схему работы заново я вижу таким образом мы сегодня пообщались с владимиром по этому поводу мы видим это таким образом что больше старых условий не будет то есть доделаем как договаривались со всеми остальными извиняюсь перед тем кому сейчас последнее время мы взяли несколько в работу так скажем блоков отзывов мы эту неделю толком не публикуем только доделаем старые потому что переделал алгоритм ну кто торопится спешит я понимаю без проблем деньги вернем и еще раз извиняюсь что не опубликовали вовремя что могли делали но не всем получилось вот новое правило по отзывам будет выглядеть таким образом вообще я хотел сказать по не верифай отзывам как я себе их вижу как они раньше работали раньше самого начала когда это все было первое для чего нужны не верифай отзывы это старт горячий старт с сразу созданы первый момент второй момент это буст третий момент это количественная масса отзывов положительно четвертый момент это закрытие негатива и пятый момент это повышение рейтинг звезд рейтинг звезд давно уже ушел то есть не верифай отзывы я сотню залил как-то меня не изменилось даже на 0.1 вот мы уже рейтинг ушел у нас закрытие негатива временное закрытие негатива в принципе у нас и сейчас будет но мы не знаем сколько отзыв будет держаться по поводу гарантии верну чуть позже по поводу количественной массы вот в этом сейчас на данный момент самая затырка непонятно то есть закрытие негатива и количественной массы отзывов то есть сотни там и так далее там тысячи не знаю с этим проблем реально удаляются пришло не пришло несколько писем с манипуляциями отзывов вот за это как бы не хочется рисковать и на себя такую ответственность брать ни разу не было никаких банок и все остальное было за всю историю два а эти как их звать ну не важно короче то есть просто описали проблему признали и двигаются дальше то есть все все единственные последствия вот но в любом случае ответственность бессмысленно на это брать потому что надо двигаться дальше и не надо смотреть назад то что вариантов других нет у нас вот сейчас на данный момент мы будем работать таким образом что гарантия будет месяц и гарантия будет месяц только на один так скажем на одну публикацию то есть каждый день как и раньше делаю там по пять отзывов вот не надо то есть у вас есть одна возможность по гарантии это сделать еще раз говорю это мы как конкретно про себя говорим у кого какие условия нам без разницы мы в первую очередь занимаемся продажами услуга есть сегодня ее нет нормально индусы были нет ничего страшного то есть каждый принимает решение для себя работать с нами или с кем-то другим мы говорим как есть вот на данный момент будет гарантия месяц одного одной реп так скажем публикация публикация будет соответственно то есть делаем там сто отзывов я не знаю есть одна возможность ее переделать то есть я считаю что просто надо прошла полностью публикация человек определенное время ждет смотрят скоб у него удалили нам дает документ и мы один раз перепубликуем все больше нет для чего используется не верифай отзывы на данный момент скажут многие спросят зачем тогда они вообще нужны мне лично они нужны мне нужно быстрый старт то есть как и был непосредственно на первых с первых дней количество отзывов то есть там 5 10 15 все равно их удаляет ну как правило во первых удаляет на самом деле не более 30 процентов то есть у многих вообще проблем нет вот это первый момент ну просто даже 30 процентов это очень напряжно и нервотрепка она никому не нужна вот во вторых мы не знаем что будет дальше может все устаканится и мы вернемся к старым условиям я не знаю в третьих в третьих мне нужен я не могу 10 там 14 дней ждать верифицированные отзывы мне нужно решить проблему иметь отзывы там PPC запускается продвижение запускается в любом случае конверсия с отзывами гораздо выше чем конверсия без отзыва как бы там ни было особенно высококонкурентно к нише вот есть да сейчас на данный момент по новой услуге по склейке я потом к ней вернусь но склейка никакого отношения к старту не имеет потому что какие бы точные похожие товары отзывы вам не прикрепили в любом случае они не ваш товар вот это некачественно я считаю надо каждый инструмент использовать вовремя и по месту вот так что не верифай однозначно на старте я использую так может быть может быть не пятьдесят не сто не двести не триста но двадцать тридцать однозначно я например как заказывал как делал себе так и буду делать второй момент по бусту буст как был так он и есть хотя многие с нами спорят я не знаю но вот сейчас я не верифай запускаю товары я себе так скажем легче легче чувствовать не стал то есть у меня с не верифаем гораздо все веселее было может быть опять же из-за косвенного фактора то что у меня было там на старте на первых десяти днях уже сто отзывов может быть от этого я не знаю но в любом случае это очень сильно влияет на значит поэтому сказал по бусту у нас есть хорошая новость с другой стороны теперь даже гипотетически можно двигать высокочастотники уже два товара продвинули пока разбираешься одной проблемой находишь новые решения другие задачи ну вот потому что не знаю мастерство растет а какие как эта информация растет на данный момент уже попробовали несколько товаров продвинул сейчас я запускаю свой один товар а попробую высокочастотник продвинется или не продвинется то есть все то же самое только надо еще вам сгенерировать купоны которые сгораться будут то есть никаких там дополнительных действий нет вот затрат никаких дополнительных нет просто идет продвижение ну нам нужны дополнительные купоны если будет интересно потом обратитесь мы сейчас на данный момент поставили тест вот стоимость будет такая же 5-6 долларов 5 долларов без продвижения 6 долларов с продвижения все в принципе по не верифай думаю рассказал по максимуму что что хотел сказать если если прекратятся полностью заказы по не верифай отзывам или будут заказывать у других я сильно переживать не буду для себя я знаю как я и буду использовать и всем об этом рассказываю по бусту просто будем отдельно ну как бы это это именно продвинул у нас буст он всегда был как бы по низкочастотникам то что сейчас я стратегии буду рассказывать я не буду рассказывать как я рассказывал две недели назад вот я расскажу как сейчас на данный момент я так скажем с корректировками небольшими буду продвигать товар просто мне надо было в любом случае рассказать про не верифай чтобы люди понимали как это происходит вот и у кого есть какие-то ну то есть вперед кто-то оплатил или еще что-то чтоб понимал какие есть риски потому что удержать мы не сможем просто физически не получается мы работаем над этим потому что это отличный инструмент для старта товаров вот но не всегда не всегда все получается так как мы хотим вот в принципе я думаю этого достаточно теперь можно приступить к запуску товара что такое запуск товара для меня лично для меня лично запуск товара это хорошо заточенный нож вот который четко зарешает определенные задачи первое мы естественно должны понимать что представить на начальном этапе что будет если наш товар окажется например по главному ключу сейчас на первой странице насколько он конкурентен насколько он интересен если вы понимаете ваши там я не знаю друзья какая-то там группа людей может оценить и сказать я куплю вот это ну просто показали страничку какой вы товар купили бы если бы вот если товар готов то мы значит готовы для старта я который товары запускаю я всегда считаю что я готов может быть и оптимист конечно но я реально подготавливаю товар таким образом что он будет я уверен конкурентоспособным хотя в принципе на старте когда я первый товар запускал который мне не пошел я тоже был уверен что он отличный вот но там было много своих нюансов о которых я не знал как раз то есть видимо подводные камни которые сильно повлияли то есть товар готов делаем листинг я не люблю листинги еще раз говорю заказывать ни у каких индусов ни тому эпиков ни у кого почему объясню очень просто я считаю надо заказывать у людей те которые будут заниматься продвижением вашего товара ну какая ответственность у человека который просто пишет рисует что-то там продаваемый текст да красиво есть такие специалисты но явно я сомневаюсь что они это индусы и сидят нам для амазона эти продаваемые тексты пишут может они для майка пишут может они для каких-то там эппла пишут но явно не для нас вот и я в это не верю и особенно не верю в то что когда люди говорят о том что надо дайте нам семь там или дайте нам все свои серфермы там тысячу серфермы я вам сейчас листинг напишу вот я очень скептически к этому отношусь то есть я считаю там где вы обучаетесь консультировать ну неважно что вы делаете или сами запускаете очень внимательно относитесь к листингу потому что он хорошо влияет на продвижение товара на удержание товара всем советую двигаться в мейнстриме так скажем amazon amazon все уменьшает он затачивает максимально на релевантные фразы и не хочет чтобы если как у нас раньше холодильник можно в зеленый цвет покрасить значит еще и зеленый туда воткнем то есть все что можно вообще делать на мой я делаю по крайней мере я буду говорить за себя я делаю листинги максимально максимально заточены под какой-то небольшой ряд ключей мой напарник Евгений Лунин вообще делает там я не знаю 10 ключей там 15 я все таки делаю средний вариант то есть хоть нас ограничивают 250 символами индексируется гораздо больше я делаю серфермы то есть первую строчку 250 символов из уникальных все остальные строчки главных ключевых запросов через запятую как я раньше и делал ну вот после определенных действий я просто его проверяю на индексацию удаляю все лишнее и оставляю дальше работу так что это кому как нравится но я делаю так и могу сказать что в лисинге серфермы это 80% работы потому что еще раз говорю я очень скептически отношусь к тому что кто-то там читает тексты ну вот тексты должны быть такие лаконичные короткие на мой взгляд тайтл понятно что там заложены все основные ключи которые нас будут индексировать буллеты это все-таки лозунги решения проблем призыв к действию там как можно угодно называть но надо понимать что люди читать не особо любят и такие интересные тексты надо их закладывать с умом а когда вы буллеты пишите description это скорее оттолкнет вот идем дальше подготовили значит лисинг очень важно второй этап фотографии тут и разговаривать смысла нет очень важно вот ищите фотографа мы сейчас нашли себе фотограф правда у нас тут небольшой непонимание было мне дали фотографии другого человека человек так точнее даже два две фотографии разных людей один человек адекватный попался написал просто что бери пожалуйста мои фотографии другой начал какой-то кипиш и попытался я не знаю что он там делал ну я только увидел то что он четыре раза свой сайт успел пропиарить вот в каждом из своих комментариев ну молодец вот его делал хотя мог спокойно мне написать естественно поубрал да и все я понять с ними какие фотографии брались из общего доступа примерный показ того что мы можем сделать точнее тот фотограф ладно двигаемся дальше фотографии очень важно третий этап у нас получается это анализ конкурентов то есть анализировать надо на первую очередь на начальном этапе когда мы выбираем товар но за тот момент производства ресерч производства доставки ситуация меняется за это мы анализировать начинаем уже под под самый конец как бы мы нишу знаем лидеров знаем все может поменяться тот и в аутовстоке тот и новый вышел все меняется вот в самый последний момент мы принимаем решение по ценам я стартую достаточно просто с одной из самых низких цен потому что я не вижу причин почему меня люди должны покупать по высокой цене неважно есть у меня коробки супер качество моя задача одна чтобы у людей была причина купить мой товар помимо фотографий лисинга и всего остального это основная причина и второй момент надо не забывать чтобы мои товары не ассоциировались с какой-то дешевой древней то есть вот этот баланс надо искать то есть максимально выгодное предложение но опять же не убиваться ну да есть психологические барьеры там 9.97 14.97 19.97 и так далее но здесь уже по ситуации надо смотреть вот цену определили все определили запуск так как с неверифай к сожалению вот такие вот проблемы он мне не может закрыть все на 100% потому что реально последние 4 месяца это июнь июль август сентябрь это неверифай был просто просто бомба ну он закрывал вообще все вопросы он уменьшал количество верифая значительно вот ну и так далее и так далее сейчас я делаю абсолютно все то же самое но опять же у всех разный бюджет у всех разные возможности я с неверифаем делаю абсолютно так же на тех же условиях которые сейчас согласен на новых условиях вот потому что мне на старте нужен первое это обязательно сразу отзывы второе это буст то есть если я в любом случае заказы предположим 50-100 если 50 это 2 ключа я значит заказываю буст если 100 это 4 ключа по новой схеме по высокочастотникам это отдельная история это будем отдельный лайв рассказывать пока сейчас не будем я говорю именно обычном старте логику обычного старта то есть я буду рассматривать на примере 100 это 4 ключа так как я агрессивно захожу мне двух ключей часто мало и товарная остатка у нас в основном 1000 от 1000 и за это мы в любом случае от 100 отталкиваемся получается 4 ключа я отдаю для буста параллельно в этот же момент я отдаю на выкуп эти же самые ключи по одной штуке в день всего на все то есть 4 выкупа в день больше не надо для чего это делается это делается исключительно для того чтобы проснулся лисинг все это естественно все до одного серстерма вот эти вот они у меня забиты в Amz1 то есть Amz1 у меня сначала есть таблица из листинга которую мы делаем с объективными показателями то есть у нас листинг не просто тексты только но еще есть и циферки вот я всю эту таблицу переношу в Amz1 это у меня становится самый главный инструмент по контролю за моими ключами и всем остальным вот и отталкиваясь от этого я уже смотрю каждый день вот эти делаю манипуляции и смотрю куда у меня двигается листинг то есть все это делается для того чтобы проснулся листинг чтобы Amazon его проиндексировал чтобы проиндексировались высокие и средние частотники на которые будут заливать волны все два дня три дня четыре дня в принципе схема стандартная все могут делать так же но это все равно все на опыте опыт заключается включены в том сколько времени когда на какие ключи это все имеет значение будьте очень внимательными потому что просто любая осечка любое промедление стоит дорого и мы ошибаемся все ошибаются нарабатываем просто опыт все ключи определили смотрим что у нас происходит вам за ванну неважно любому трекеру который он пользуется пробивать какие-то высокочастотники средние частотники вы принимаете решение смотрите в первую очередь на максимально релевантные ключи которые относятся именно к вашему товару куда волну заливать потому что волной скорее всего пробиться на первую страницу если все нормально вот но проблема может быть такая что вы туда пробьете а продаж не будет то есть в любом случае мы играем в лотереи вот чем хороши верифицированные отзывы в зависимости отличающиеся от всего остального то что минимальный выкуп поштучно они все равно конверсии что один к одному вы купите что стак стамп все равно это будет в процентах сто процентов листинга за это и просыпается но волна она помимо того что он давил на один определенный ключ она дает еще повышенную конверсию повышенный спрос на товар что такое буст Амазона на начальник там двух там трех недель это просто Амазон нас показывает везде и где есть полезные действия с нашим товаром происходит он нас там оставляет чем они лучше чем и больше тем и больше нас оставляет из-за этого сейчас на данный момент популярна вот эта услуга релист то есть точнее релист а этот самый рестарт смена осина с переносом остатков чтобы просто заново стартануть вот здесь получается то есть вот эти три недели когда ко мне многие обращаются три недели непонятно чем занимаются а потом приходят и говорят давайте я говорю просто все будет то же самое только дороже то есть все что вы потратили мы забыли теперь мы делаем рестарт вы тратите на это денежку и заново опять все то же самое делаем так что очень внимательно к этому относитесь старт он имеет значение вот значит я выбираю определенный ключ высокочастотный или средний счет по которым я считаю что будет выхлоп ну вот за него заливаю волны волны разные кому какие нравятся 3 5 7 там я не знаю там любые я предпочитаю 3 5 8 3 5 8 13 3 5 8 13 21 21 еще ни разу не заливал вот но есть ключи по которым 3 5 8 13 мы не смогли пробиться вообще так что есть куда стремиться так скажем то есть есть где серьезно конкурентно и надо иметь по верифай выкупом огромное количество людей надежных которые понимают вообще схему насколько это важно и нас периодически тоже подводят то есть до сих пор очень многие не понимает важность последовательных четких действий вот потом значит двигаемся дальше когда мы сделаем первую волну после первой волны я считаю произошло достаточно уже продаж чтобы наш лисинг проснулся точно я делаю индексацию проверяю индексацию обычными действиями поисковой строке Amazon забиваю осин проверяю колбасу title буллеты и все что все что у меня не индексируется я еще эти слова выкидываю в конечном итоге вся строчка должна индексироваться после этого я запускаю PC автомат если есть такая вот внимательно надо смотреть если у меня все хорошо то есть у меня например после первой волны уже зацеп органики у меня там после 1 первых 2 3 дней вот эти раздачи по 4 штуки там уже я не знаю десятки там 10 20 30 строчек уже заиндексировались уже некоторые там пробиваться начали куда-то значит скорее всего у этого листинга есть перспективы хорошие я ставлю очень низкий бит то есть например бит от 0.3 до полутора я поставлю 0.5 и как правило все отлично работает с ну я не знаю с конверсией в районе там 15 процентов это нормально обычное дело на простом автомате только занимаясь одним это повышением в конечном итоге бюджета вот все если я вижу что индексация ужасная это бывает такое бывает самый худший вариант когда все проиндексировался на первой странице и нет продажи я не знаю что делать то есть надо уже что-то такое делать из ряда вон потому что наш товар не востребован это понятно мы в трафике нас видят потому что мы решаем 3 задачи первая задача моя это попасть в трафик чтобы были показы 3.5.8 я на вопросы позже отвечу 3.5.8 сегодня 3 выкупа завтра 5 после завтра 8 по определенному ключу вот значит в любом в любом случае в любом случае мы по вот этим PPC если то есть вот товар плохо ну зацепился точнее как он вышел везде и не продается вот здесь говорю из ряда вон случаи это очень тяжело непонятно просто на что давить потому что много причин очень надо сильно вникать есть сложность с этим есть сложность вторая когда наш товар не проиндексировался к сожалению просто не хватает бюджета и такие ситуации есть там есть чаще всего какие-то продажи я вообще не могу сказать что там вообще ноль то есть мы говорим что плохие продажи там 5-10 продаж это очень плохо вот но мы смотрим в первую очередь по позициям то есть нужна аналистика надо понимать как анализировать свой лисин бизнес репорт и смотреть то же самое там PPC анализировать надо понимать что такое там ACOS там CTR там impression там и так далее что от чего зависит и на что надо внимание обращать это очень важно когда вы понимаете аналитику вы понимаете свои просчеты то есть если у вас по вам звану огромное количество первых страниц у вас не растут сессии но это ужасно то есть товар как раз не востребный не клацают то есть мы должны придумать чтобы на него начали лежать на него начали обращать внимание после того как сессии растут надо значит соответственно с внутренним лисином работать вот но как правило если все нормально прямо пропорционально к сессиям растут продажи это вот ну я не знаю со всеми товарами такая история не вспомню такого товара который сессии растут и заходит никто ничего не покупает и там что то какая то конверсия убийственная и так далее в принципе нет с этим проблем соответственно если я вижу что у меня очень плохо проиндексировался товар и мы раздали например там ну я не знаю там например 4 выкупа в день 5 дней раздаем 20 штук выкупили у нас там проиндексировалось прямо вот бывает 3-4 фразы это ужасно то есть здесь уже надо что-то делать надо что-то думать вот по тем фразам волны еще рано лить например потому что я в принципе жду когда 300 вам званий или 400 там других программах в раши по моему 400 ограничений то есть когда пробился ключ он например показывает там вам звану 250 150 80 я понимаю что туда можно листинг лить трафик лить вот эти волны вот вот потому что потому что смысл лить трафик на ключи которые еще amazon сам не проиндексировал не потащил неэффективно вот эффективно лить тогда когда уже пробился наш наш ключ и туда вот эффективно лить ну вот такая вот такая вот история надо правильно выбирать эти ключи смотреть вот тогда если у нас все плохо и плохо индексируется начинаем какие-то манипуляции уже дальше здесь делать вот с вливанием на низкочастотники то есть там количество их увеличим там или еще что ну или продолжаем просто ждать все равно проклевывать не бывает такого что например мы каждый день с обалденной конверсией то что продаж то мало да это понятно 4 продаж в день это фигня по одному ключу шансов пробить на первой странице очень мало раньше раньше моя задача была пробить низкочастотники потом зацепить органик сейчас нет сейчас главное чтобы он проснулся мы запускаем вот этот механизм для того чтобы именно вылезли высокочастотники вот но и это очень способствует как бы ни было все равно задача не верифайв все равно именно сделать буст то есть кому нужна количественная масса все этого наверное больше не будет или будет с какими-то изменениями но буст он как был так и есть и будет вот а когда вот эти там первые 3 недели прошло и потом с выкупами с не верифай придет там я не знаю там десятки уже отзывов уже будет другая история уже будет попроще и потом я как раз расскажу что мы дальше будем делать все все ппс я запускаю если все хорошо на минимальном биде если все плохо совсем и первая волна прошла и у нас достаточно скромные результаты бид надо ставить рекомендованную или выше рекомендованную к этому сейчас идем очень аккуратно вот есть стратегия сразу запускать еще то есть прорабатывать качественные ключи в этом в этом процессе и запускать ппс сам на мануэле сам еще это не делал сейчас ребятам даю на аутсорс то есть смотрим как у нас это все получится потому что у меня как раз уже волна прошла вот там проиндексировалось неплохо но я не зацепил первых страниц а по раздачам по раздачам но осталась у меня там грубо говоря еще одна волна и не так не такое большое количество товаров вот вариаций тоже много после этого после этого когда мы вот эти все действия делаем то есть запускаем автомат вот кто-то я советую то есть если есть возможность и понимаете как с с мануалом работать то пожалуйста я это не делаю на тех товарах в которых все хорошо мне автомата вполне достаточно потому что я чаще всего влетаю в автостоп рассматриваем другой вариант когда у нас средний мы запускаем просто делаем какую-то паузу выбираем очередные ключи и запускаем следующий волну и таким образом мы продвигаем этот товар вот раньше когда автомат когда они верифай не удалялись вообще практически ну или не удалялись вот я вообще больше ничего не делал то есть я запускал только волны волна 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 вот а сейчас сейчас так как у нас удаляются удаляются эти не верифай это факт вот непредсказуемо причем то есть есть люди которые не удалялся не удалялся в определенный момент утром просыпаешься Сейчас, да, вариантов нет Я на данный момент рассматриваю склейку Как основной Основной инструмент для того, чтобы Для того, чтобы Увеличить количество массов отзывов По поводу склейки И всех вот этих дополнительных услуг Расскажу после Мне тут написали уже вопросы Список вопросов основных Я по ним попытаюсь раскрыть Вот, то есть я склейкой Закрою эти все моменты Склейка есть и черная И белая Все по-разному работают Но мы говорим о качественной склейке Товаров, которые Максимально релевантны нашему товару С минимальным количеством фото Минимальным количеством обсуждений Из нашей подкатегории желательно То есть подкатегория Чтобы все к этому относилось и не было Но для этого в любом случае нужен какой-то объем Нормальный объем собственных отзывов Verify будет, не verify не имеет значения Вот В принципе по запуску я думаю Все рассказал Новшество, новшество Это негатив по не verify Позитивно то, что Есть новый буст Будем его как бы Сейчас мы просто в стадии тестирования Вот То есть это будет прилагаться К тем же отзывам То есть есть как бы минус То, что они будут удаляться Но есть более мощный буст Который еще более крутые ключи Будет продвигать Вот, по этому поводу Чуть попозже Сейчас просто тестируем По поводу склейки Тоже рассказал То есть склейка как раз и будет Я надеюсь Точнее не надеюсь На самом деле все топовые продавцы этим пользуются Если вы обратите внимание Поковыряете сейчас многих своих лидеров Ну вы просто обалдеете реально Потому что мы недавно Удаляли эти склейки И просто у людей Которых по 3000 отзывов Оказывалось там всего на все 100 отзывов И средняя оценка оказывается не 4 и 5 А 3 с копейками Или 2 с копейками даже Я уж не помню Ну то есть просто до смешного доходит То есть реально люди этим пользуются очень давно Я как бы это не пользовался Потому что мне было достаточно 100 там 150 отзывов Чтобы конкурировать с людьми У которых там 5-6 тысяч Мне без разницы Потому что я считаю Айфон 7 у него там хоть миллион отзывов Айфон 8 и 10 с 10 отзывами Уже его перекроют И никому не будет интерес По вопросам чуть позже отвечу Так Теперь я хочу Я хочу ответить на вопросы По поводу вот этих новых услуг Потому что меня Аня просила В группе Аня является моим помощником Если какие-то вопросы Обращаться можно к ней Вот Значит вопросы по Нашим вот этим склейкам Что такое склейка ревью Вот Склейка ревью по большому счету Если технически это добавляет вам Дополнительную вариацию Которая будет не видна ни до кого А насколько это безопасно Не будет ли бана Но это у нас вопрос возвращается Еще к индусам Помню Когда в октябре месяца того года Все спрашивали про бана А в декабре уже Только лениво его не делал Есть всегда Еще раз говорю В начале лайва я сказал Что Все что мы делаем На нашей совесть Единственное я про себя могу сказать Что я говорю о том только Что сам использую Все То есть если будет какой-то пожар у меня Естественно я первый же Об этом скажу Вот Какой момент по поводу склейки Так как Правила Амазона действительно такие есть По склейке Ну по всех вот этим манипуляциям Вам будут добавлять эти Как они называются Вариации С другого аккаунта То есть по идее Если вы со своего аккаунта Это будете делать У вас действительно могут быть Огромные проблемы Если вам это кто-то будет делать Но Вам могут также негатив прилепить Вот меня Когда я был в Минске Меня мой один лисинг убили То есть я уже потерял Ну как минимум Десятку А то и двадцатку уже То есть мне сейчас товар пока придет Пока перефотографируем Пока мы перезапустим Месяц я там на нем зарабатывал Минимум там С партнером Десять тысяч долларов Просто убили товар Ну в потенциале Я на самом деле Его только запустил Он там был там Двадцать там Я не помню дней Но он Бессоран был две тысячи Были уже продажи И в принципе Можно было работать дальше При опять же бешеной наценке Вот Так что Сейчас будем делать рестарт И меня убили Просто мне присоединяли Эти Как их звать Вариации То есть у меня было По-моему Около восьмидесяти отзывов Но я не помню И прибавляю мне по пятьдесят отзывов Не верифай А единичек Вот Местная С оценкой Три с половиной Мне убирали Дескрипшн Мне убирали Буллеты Мне меняли подкатегории День по десять раз Что у меня даже Бестселеранг пропадал На некоторое время То есть мне за четыре дня Просто с двух тысяч Уронили до двадцати Ну вот Ну в принципе На всем этом и закончилось Вот Так что Я жаловался в Амазон В течение двух суток Мне отцепляли Эту вариацию Потому что там вообще Просто люди в черную Работали в плане Им было наплевать Что-то я торговал трусами А мне отзывы писали от автомобилей Вот Ну как бы ни было Результат налицо Амазон отреагировал Да Замечательно На следующий день Мне прилепляли опять назад Вот в принципе Пример внешнего трафика Это именно разговор Как может Амазон определить Я это делаю или нет Если я своего литинга Это манипулирую То понятно Ну в смысле аккаунта Если с чужого Ну Нам также конкурент Может и положительный Если будет возможность Нам прилепить положительных И потом на нас пожаловаться То Амазон я думаю Как-то в этом отношении У них такая Непонятная ситуация Так же как вот я говорю С не верифаем Что мы делаем предположение Что сейчас Амазон Очень быстро реагирует на жалобы Так Третий вопрос Количество верифицированных Не верифицированных Отзывов Вот в этих склейках Там на самом деле Будут существовать Две услуги На данный момент Активно будем развивать Первая услуга Это количественная масса Там будут и И верифицированные И не верифицированные Безконтрольно То есть ценники там Амазон выставляла Сейчас чуть-чуть Мы там их скорректировали Уменьшили Вот будем постепенно Посмотреть Какой будет спрос На какое количество Как это будет выглядеть Единственное всем советую Запускать их после Определенного блока Собственных отзывов То есть это там Через 2, через 3, 4 недели Не раньше Вот это однозначно На старте Смысл Какие бы более Менее похожие на ваш товар Не были бы отзывы У вас там синий цвет А там зеленый Например Но это как-то не очень красиво Если честно На продаже Может это негативно То есть как позитивно Так и негативно Это риск Риски я не люблю Вот Вторая будет услуга Это повышение рейтинга звезд Я считаю Для крутых селлеров Это очень важная вещь То есть там будет естественно И увеличение количественной массы То есть там там 700 отзыв Ты хочешь 1100 И одновременно У тебя 4 звезды Например оценка А ты хочешь 4,5 И у очень Крутых продавцов Влияет вот эти звезды Глобально просто Так что Такая тема будет Просто ее очень сложно Оценить в деньгах Потому что у человека У которого 100 отзывов И ему изменить оценку С 4,2 на 4,7 Как делать нечего Просто добавить ему Еще там 200 отзывов 300 А у человека У которого 2000 отзывов Изменить 4,2 на 4,7 Будет просто там Значительно сложнее Вот Так что По рейтингу Будем Кому интересно Кому нужно Индивидуально просто решать И смотреть Сколько работы Это будет потрачено Это Вот Единственное могу сказать Что Мы стараемся Отзывы делать Именно максимально релевантные То есть Никакого отношения К сумбуру К К каким-то Непонятным склейкам Такого Надеюсь не будет Потом еще вопрос такой Будут только Положительные отзывы Или все подряд То же самое Что и релиз То же самое Что и склейка Мы делаем Просто полный блок Всех отзывов То есть Был брошенный листинг Все их листинги И все их отзывы Берется и приплесовывается Естественно Никто не будет брать Листинги С 3,5 звездой В среднем Будут браться листинги Там От 4,5 звезд Вот и все Естественно Там вот это положительное Отрицательное Не надо забывать Нельзя иметь Товар Там Я не знаю Тысячу отзывов Или даже 100 И с одними пятерками Это бред Это сразу подозриться Но это ненормально Должна быть Должна быть гармония 4,7 4,8 4,6 Отличный отцом 4,5 Нормально Вполне Да желательно Не ниже 4,5 И не опускаться Даже 4,3 Показывает По-моему 4,3 Или 4 Ну да 4,3 Даже показывает 4,5 Так что Старайтесь держаться Вот в этом диапазоне Но еще раз Чем больше У вас будут отзыв И чем более Они живые Тем оценка Будет скорее всего Падать Потому что Ну По классике Каждый Нормальный Ну я не знаю Только недовольные Люди в основном Отзывы пишут 1 к 10 Так Идем дальше Гарантия Того что Отзывы не будут Удалены Здесь мы гарантию Дадим 3 месяца Ну вот на эту склейку То что ее вернут На самом деле По склейке Амазон этим не занимается Если только Кто-то пожалуется Будет отклейка Мы соответственно Приклеим Или Какой-то такой же умелец С внешнего трафика Ну Просто будет вам Отцеплять Но здесь уже будет Другая история Здесь уже наверное Какая-то будет война Войнушка Ну вот здесь уже Надо будет разбираться Отдельно Так что Это здесь естественно Не все услуги Которые могут делать То есть это именно Обычные нормальные Рабочие Как переносит Отзывы Переносит Просто находятся Листинги Которые прицепляются Они будут И большим И маленьким количеством То есть это именно Будет идти блоками К какому времени И так далее Но это человеческий фактор Плюс программа Вот определенный период времени В течение какого времени Следится услуга Например 50 отзывов 3 семьи Ну еще раз говорю Это больше человеческий фактор То есть сейчас пока Работает скрипт Ищут похожие Перелопачиваются В ручном режиме Во многом Из-за этого будем смотреть Если будет большой спрос Будет больше спрос наемных людей Которые будут этим заниматься Насколько отзывы будут соответствовать товару Например я уже сказал Максимально релевантно Из вашей подгруппы Какое оптимальное число отзывов Для буста Буста от склейки Никакого нету Буст заключается Исключительно Если вы считаете Что Точнее Это не буст Это увеличение конверсии Потому что Как бы там ни было Товар с тысячи отзывов Лучше будет покупать Чем товар со ста отзывами Со ста отзывами Будут покупать лучше Чем с десяти отзывами То есть Именно повышение конверсии От вашего товара Если товар новый Можно ли делать склейку Можно Но через паузу Как я и сказал Именно когда мы сможем При Ну добавлять именно Товар Добавлять К своим уже отзывам Существующим Делался ли склейку отзывов На магазин Я так понимаю Не делается Потому что мы говорим Именно о лисингах Кому принадлежит лисинг С которым Будут взяты отзывы Но они чаще всего брошены Бывают курьезы Конечно Когда У человека год Лисинг болтается Валяется И Его прилепили И он начинает Жаловаться Ну вот Ну оцепляем естественно Работаем от 30 отзывов Когда оплата 100% Ну это понятно По рестарту вопросу Что такое рестарт товара Рестарт товара Это неудачно запущенный товар Мы хотим Буст Амазона Раньше мы что делали Вывозили на предцентр Делали новый шиппинг Переупаковывали Добавляли Лейблы И отправляли Это очень долго Но и недешево Сейчас это стоит 200 долларов Ну соответственно Если нужно перенести Еще Сами Непосредственно Если у вас там большое количество То еще 100 долларов Ну это в принципе Давно у нас услуга была Просто сейчас как-то оглашаем Более подробно Насколько это безопасно Ну Я не знаю даже Много раз делали Никаких проблем вообще нет Будет ли такой же эффект От рестарта Как при запуске нового товара Да будет Но мы на это и планируем Как быстро встретиться рестарт В любом случае Человеческий фактор только Достаточно быстро делается Вопрос когда у людей Время будет Ну то есть 1-3 дня Если товар с вариацией Все ли вариации перейдут Все ли вариации перейдут Отзывы тоже можно перенести Просто дополнительно доплатить Если у вас количество маленькое Смысла в этом никакого нет Как происходит процедура переноса Переноса товара на новый осин Если штрих-кода с осином А не ФСНКЁ Даже голову себе не забивайте Просто Перенесли осин И перенесли товар на остатки Все остается Остальное прежнее Какой нужен доступ для рестарта Мы скидываем Файл PDF Посмотрите Там все популярно Просто написано В любом случае Надо будет давать доступ При смене осины Можно ли изменить тайтл При условии Что лисинг Приостановлен Но не в бане Ну то же самое Можно продал добавить Все остальное Да, можно постоянно Постоянно Менять осины Вас заблокировали Опять Менять осины Ну то есть Такие вот вещи делать По разным причинам Надо естественно Индивидуально смотреть Потому что в основном Это услуга для тех Кто Просто рестарт Хочет сделать Есть у кого Такая стратегия Постоянно Вот эти вот вещи делать Но мы будем смотреть То есть Некоторые случаи Мы не будем делать Бывают случаи Просто надо распродать товар Кому-то там прицепиться На самом деле Услуг намного больше Ну как бы вот В этом диапазоне Работаем Так Я вроде по этому поводу Все ответил Давайте тогда Из общего Чата начнем Сейчас секундочку Откроем Так Начинаю с самого низа Кого не успеваю Значит добавляйте Николай спрашивает На ютубе будет запись Понятно Ира Да я обычно Нахожу видео В ютубе Понятно Запись будет Не будет Что такое 3, 5, 8 Я уже сказал Есть определенные ключи По ним мы делаем Выкуп 1, 2, 3 Следующий 5 Следующий 8 13 По фибоначчи По фибоначчи 1, 1, 2, 3 5, 8 13 21 Смотрите сами Можете делать Есть люди Которые 5, 5, 5, 5 Там делают Кому как нравится Я еще говорю Я исключительно Всегда говорю То что делаем И я сейчас В данный момент Что за буст Ну Есть буст Амазона И с PPC Связан Когда вы автомат Запускаете Есть буст Амазона При запуске Нового товара Потому что он хочет Понять Будет ли Не будет Продаваться товар И соответственно Надо его везде Показать Фотки менять нужно Можно много всего делать Просто я Что-то делаю Что-то не делаю Так Растут Понятно Дмитрий Спрашивает Что значит Не верифай Делать буст Ну Так вот И значит То что Был эффект Когда Вы в трекер Засовываете товар Запускаете Не верифай И у вас Растут позиции Вот в принципе Это и буст Так как он Раньше мы не могли Делать точечно Теперь Можем точечно Делать Но пока В плане Только на стадии теста Как будет Отработана уже Система Мы ее запустим В массы Вот Я этот буст Усиливал Еще В верифай Выкупанный Вот и все Так дальше Подымает Среднечастотники Александр Александр Или низ Это опять От стратегии Зависит Бывает Во многих нишах Ситуация Достаточно Простая Высокочастотник 100 тысяч И все Это самый крутой ключ А бывает 100 тысяч Самый маленький Ну 100 тысяч Конечно не бывает Но в любом случае Бывает Что 100 тысяч Это всего на все Какой-то среднечастотник А бывает Один из общих Миллион 800 А все остальные Там 10 тысяч Всегда все по-разному Надо индивидуально Из-за этого говорю Все что я здесь рассказываю Это не значит Что Это Это базовое знание Я считаю Что люди должны понимать В принципе Вообще логику То есть Моя задача была Всегда Общаться мне было Интересно С грамотными людьми То есть Которые понимали Механику И понимают Свои риски И ответственность Вот Понятно что Эта схема Она абсолютно рабочая Все товары Я запускаю так Всем ученикам Запускаю так В любом случае У каждого Всегда своя история Нельзя войти в воду Два раза То есть В любом случае Все течет Все изменяется И Вот даже вот сейчас Я был в Москве Рассказывал Как по Ниверифай Запускается И вот ситуация меняется Просто не прошло И двух недель А 20 апреля Ушли индусы Много Хотя сейчас На данный момент Есть люди Которые Так же как и продвигали Просто это не в массовом порядке Происходит Потому что цей не поднялся Когда цей не было Там я не знаю Там по 50 По 100 долларов Было это просто массово Сейчас это 400 долларов Там 300 долларов Там кто Кто по чем делает То естественно Все меняется Так Причина следственной связи Дмитрий Напишите Более развернуто Я потому что Много отдельных Если повезет Не повезет Ну как бы не было Результаты есть В принципе Значит нам просто Постоянно Чаще везет Чем не везет Если вероятность Больше 50% Но это я считаю Не везение Склейка Это добавление Вариации Роман То есть Она дает Эффект В первую очередь Еще раз говорю Два эффекта От склейки Вот это Увеличение рейтинга Ваших звезд Когда у вас Большое количество Надо это быстро решить Выкупами Такую проблему Решить сложно Нормальный выкуп Кстати Про верифай Забыл сказать Сейчас даже Это не верифай Проблема Это с отзывами Проблема У меня Мы занимаемся Выкупами Мы занимаемся Верифай Уже Это мы начали Еще в начале Октября того года То есть уже второй год Пошел Как бы есть о чем Говорить Есть статистика Если мы В прошлом году До нового года Делали с Сергеем Чуть ли не 100% Отзывов После нового года 95-90 Он рассказывал Я помню А сейчас Сейчас Может спокойно Быть и 50 И меньше То есть просто Не пропускает отзывы Блокируются аккаунты Покупателей На днях У нас прошло Несколько Я просто это только услышал Может быть это и раньше было Что при выкупе При Цена была дешевая Выкупили товар И после выкупа Человек написал отзыв И он не стал Верифицировать То есть Огромная идет работа Амазона На борьбе С тем Что они хотят То есть у них есть Два столба Столпы Так скажем Это первое Это чтобы Не было как на ebay Огромного количества Одинаковых листингов То есть они это решают Через buybox А второе Это отзывы Когда Там были Одни честные американцы Все Работало четко По часам Сейчас Видим с этим Серьезные проблемы Вот и все Я думаю это так То есть А второй склейка Это опять же Я говорю Увеличение количественной массы Чтобы к вам Лояльнее относились Чтобы повысить Конверсию покупок Склейка влияет на отзывы Прямо пропорционально Но Опять же Помимо То есть Сами поймите Какая рутинная работа И сложная Чтобы отобрать Действительно Путевых Путевые брошенные Лисинги Это не так просто Вот Помимо скриптов И все остальное Очень много ручной работы Из-за этого Отобрать То есть Наша задача первая Это мы сейчас работаем Над релевантностью В первую очередь То есть Качество отзывов Не просто прикреплять Там Пятизвездочные отзывы Это вообще была бы Проблема Но это Сразу пойдут жалобы И все остальное А делать все это Аккуратно И технично Ну вот следующий этап Следующий этап Это когда у вас Уже очень много отзывов Таких продавцов Просто не так много На самом деле Чтобы поднимать Именно звезды Вот так что Вот так Это надо естественно Большое количество Верифайлзов Внутри Вот это прикрепленные вариации Да Все правильно Склейка Это чужие отзывы Клеятся на ваш лист Все правильно Ну Я вам Евгений Вас разочарую Это не они делают А Совсем другие ребята Вот Просто И на самом деле Не я делаю То есть Хотите Работайте с ними Хотите Работайте с нами Со мной И там Вот В любом случае Делать будут Третьи лица Я не занимаюсь Техническими вопросами Я вообще Специализируюсь В первую очередь На продвижении товаров И на Выборе товаров В продвижении товаров Нужны все эти Куча 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 Всяких Моментов И за это Мы пытаемся Наперед Эти проблемы Решать И увеличить Свой буст Сейчас мы работаем С фейсбуком С инстаграмом Как запустить В первый месяц Месяц товар Потому что понятно Как историю сделать Понятно что можно Там лайками поднимать Мы ищем свой путь Мы оттестируем Смотрим То же самое С PPC на старте Как именно Не деньги сливать И статистику собирать Большого ума не надо А именно Как получить Дополнительный буст И вот Ищем Как это Интегрирует Свою стратегию Склейку Мы уже Интегрируем Свою стратегию Постепенно ее двигаем Ну вот Так что Вот так Ну по поводу Я уже сказал По поводу Склейки И всего остального Там на самом деле Огромное количество Услуг Мы предоставляем Это одна из там Десятка Так значит дальше На Наталье Люди у кого Склейку Заказать можно Кто норм делает Но мы и делаем Так Константин У меня такие грабли Были год назад В прошлом августе Да я согласен Так Игорь Денис Будут ли Я защищен Нечестные склейки С негативными Отзывами Со стороны Конкурентов Если у меня будет Бренд Режесть И будет Стоять гейт На лисинге А Игорь Позвони мне лучше Завтра Послезавтра Я уточню по поводу Гейта И все остальное Не будет Даже К сожалению Я столкнулся С ситуацией Когда Мой лисинг Убили Мне пришлось Найти людей Я нашел людей Которые Эту проблему Не решили Потому что Все эти склейки Вы сами понимаете Они могут Как позитивными Так и негативными Вот Ну я еще раз говорю Это один из инструментов Черной борьбы Из конкуренции Я никогда Этим не занимался Но Огромное количество Людей К сожалению Этим занимается Вот К чему мы В конечном итоге Придем на Амазоне Я не знаю Я знаю Всего несколько примеров Кто с этим столкнулся То пока работаем Нормально Никаких проблем Нет По поводу гейтинга Надо уточнить Как вообще происходит По поводу торговой марки Ну Их так же душат И так же Убивают Вот И так же воруют Листинги И так же отнимают Чизбайбокс Листинги Огромное количество Всякой грязи На Амазоне Это факт Вот Я этим не занимаюсь Не подскажу Так значит Анатолий Похоже на мою Нынешнюю ситуацию У меня за ночь БСР взлетел С 40 До 850 Не знаю БСР на самом деле Так не взлетает Анатолий Дело не в БСРе А дело в том Что они просто продажу убивают То есть мой товар Он между небом и демон За 4 дня Он смог опуститься На 20 тысяч Не просто они Мне БСР увеличил БСР у меня увеличился Потому что у меня был продаж Под 40 Осталось 10 Вот и БСР изменился Вот А как они это сделали То есть они сделали Ухудшили мне конверсию За счет плохих оценок Ухудшили мне То есть эти подкатегории Подкатегории То есть я потерялся Вообще везде Ну как бы На самом деле Сергей Это услуга есть Вот Но как бы мы этим Не злоупотребляем Вот Я как бы То есть Это Не особо интересно На самом деле Потом мы сейчас Начнем Все колбасить Одной вот этой Историей А можно не сразу 50 отзывов А в течение месяца По 10-12 Нельзя Потому что еще раз говорю Прибавляется блок Просто находится листинг Вот вы бросили листинг У вас было 54 отзыва Вы заплатите за 50 отзывов Вам добавят все равно 54 отзыва То есть Ну это примерно Это никак не верифайт Никак верифай Мы не можем контролировать Мы просто находим Примерный листинг Соответственно И его запускаем Андрей Решает ли этот Рестарт Проблемы Залежавшиеся На складе товара Чтобы не платить Кстати Вот этот момент Тоже надо уточнить Надо себе куда-нибудь записать Так 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 Ладно Стараюсь не забыть То есть У нас гейтинг остался Периодически забывай просто Long storage Дальше Дмитрий Ну то есть В любом случае С long storage Надо будет уточнить Просто набери мне Тоже завтра Послезавтра Я думаю Уточним все Дмитрий Сколько сейчас стоит Услуга Запуск товара Без учета Раздач Если конкретно К нам Ну у нас В принципе Брошюрки висят Я В описании группы То есть никаких проблем нет Вот здесь все написано Писал я До 1 ноября Были как бы Были по старым ценам С ноября мы подняли цены Потому что мы хотим Больше торговать У нас сейчас на данный момент Полная перезагрузка Вот Мы очень много товаров Запускаем Своих Вот Из-за этого Ну плюс как бы Есть Какая-то пленая динамика Работаем Вот Так что Все ценники там Все можно посмотреть там Так Смотрим дальше вопросы Если Так значит Владислава Если товар продается Уже 4 месяца Но не успешно Можно сделать склейку Я думаю Вам нужно Рестарт сделать Если честно А потом уже думать О всяких этих вещах Количество отзывов Так же как новый лисин Так же как новые фотографии Ценники И все остальное Не сильно влияет Они могут повлиять Но не Так скажем Не прямо пропорционально Просто надо Надо делать Правильный запуск Комплексный Который Ну я в принципе Про него рассказал То есть вы можете Повторить Никаких проблем Особых нет Ну вот Но вы нам На самом деле Платите Даже не то Что за стратегия Только за наше время За наш Я не знаю Как сказать За наш опыт За наше время Больше ничего Запись будет Сколько стоит Склейка 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 Там По отзывам Пост будет В любом случае Моя помощница Напишет Какой Какие там ценники Расценки В принципе Они здесь где-то В группе есть Я Не помню На память Так Значит ГК Поделитесь Особенностями Запуска товара С вариациями По размеру По цвету Например Я не вижу Я не люблю Вариации Я уже много раз Говорил Очень сложно Я понимаю Я понимаю Когда цвет И размер Ну Блин Цветов Может Поменьше Набывать У меня есть Сейчас Вариация С размером Я мучаюсь То есть Мы лили Трафик На размер Лач Который Привез 500 штук А смол Привез 300 штук То есть Всего 800 штук И почему-то Везде Проиндексировался Один смол Но это просто Убивает Как будто Вот на зло То есть Контролировать Вариации Я не знаю Ну потом Просто Приспосаблюсь К вариациям Или трафик Именно на ту Единичную вариацию Которая У меня лучше Проиндексировалась Ну все Другого Видно Не вижу Так Андрей Фибоначо Слышал По Форексу В Амазоне Как это работает Да Тоже По Форексу Слышал Да никак Ну Просто Последовательность С увеличением С увеличением И мы соответственно По ней бьем Просто какая-то логика Такая Три Пять Практически Можно Три Шесть Можно математическую Прогрессию Завести Можно геометрическую Прогрессию На самом деле Вопрос Весь смысл Вообще В этой теме Это прогрессия Что каждый раз Все лучше и лучше Амазон Как бы Но это все домыслы Это все домыслы И вы соответственно Применяете свои Я рассказываю свои Знания Кому обращаться По поводу Рестарт товара Наверное ко мне Ну Если хотите Конечно Если нет Но к любому Опытному продавцу Мне кажется Более опытному Менее опытному Я не знаю Затруднее сказать Так Значит Диана Возможно Лучше финансовым Пустись на Выкупы И Верифай Отзывы Мне кажется Больше толк Жим от Отзывов Чужих Листингов Все так Такие Более Чистый метод Чем Леваки Которым Неизвестно Чем Обернуться Ну Диана На самом деле Очень все Не просто Неоднозначно Первый момент Верифай Отзывы ограничены У меня есть товары На которых я И 150 И 200 Выкупов Ну 200 Еще не делал Ну за 150 Далеко Заходил И люди Просто Кончаются Это Первый момент Как бы Объяснить Это Все Истощаемый Ресурс И если Вы большими Объемами Качаете Вам надо Изменить Например Рейтинг Звезд Вы не сможете Это сделать Если У вас 800 Отзывов И 4 2 Звезды Вам Я не знаю Сколько Надо Верифайв Накидать Чтобы Изменить Его до 4 6 То есть Очень Все Непросто Вот По поводу Левака Но я еще раз говорю Вы посмотрите Как работают Топовые продавцы И обратите внимание На срок Сколько этому товара Сколько отзывов Если по-английски Читаете хорошо Почитайте по смыслу И сами Обалдеете просто Сколько у них склеит Я уже не говорю Что надо всем делать Я говорю Что есть такая возможность Просто она есть Не более того Вот По поводу Что еще Мне кажется Вот По поводу Читого И всего остального Я еще И сейчас могу сказать Как бы там ни было Вероятность Любых Последствий От любых отзывов Верифай Не верифай Это наказуемо В любом случае Гипотетически возможно Из-за этого Например у меня На данный момент 4 аккаунта С ограничением товаров Вот Я стараюсь Заведомо страховаться И увеличиваю количество Аккаунтов То есть там 3-4 товара Новый аккаунт 3-4 Вот По поводу Правильности Ну я вам могу Сказать одно Люди Клипают По верифайам Бывает По нескольку Штук в день Десятками Штук в день Есть цепочка Если кого-то Запалят Кто-то признается Его поймают И всех По цепочке Его также вычислят Так что По поводу Серого-белого Способа Я бы 10 раз Подумал И Однозначно Тоже точно Не сказал Так что Это имейте ввиду Наталья Денис Сколько стоит Ваши консультации Опять же В описании группы Все в принципе Написано Если вопросы Несерьезно Ну то есть Я всегда отвечу Никаких проблем Нет Если действительно Надо будет Много времени потратить Там в принципе Все написано Есть почасовая Месячная И Четырехмесячная На данный момент То есть Нас нанимают Таким образом По гейту Я уже сказал Уточню Сейчас пока Ничего не могу сказать Не спрашиваю Вот То есть Как происходит Вот с этими С гейтами Потому что Гейтов очень мало Вот У меня их нет Я в основном Рассказываю именно О тех людях С которыми работаю И Своих аккаунтов У нас этого нет Из-за этого Не могу ничего сказать Просто мне надо уточнить Привет Владислав Товар месяц На Амазоне От двух до восьми Продаж в день Два раза Порезали отзывы Сейчас уже четыре Отзыва На лисинге Что посоветуешь Сейчас выкупить Лайтинг дел Е-мое Ну задач очень много Надо анализировать Это вот как раз Из той серии По поводу консультации Одно дело Консультации Там что-то спросить Такое элементарное Или ни о чем А другое дело Ванникать и думать Если задача Продвинуться Какие-то ключи Лайтинг тоже нормальный вариант Лайтинг Единственный мой совет Обязательно По времени Чтобы если будет Не будет прайм-тайм Будет там Два ночи Такие латины Ну точно не нужны Вот У меня есть Ученик Который очень Успешно там Сколько не там Семьсот продаж Тогда было лайтинг То есть Я У меня У нас как бы У нас такое обучение Наверное специфическое У нас Ну со многими С кем мы прошли Вот этот путь Линн Ну просто друзьями Со многими Я уже партнерами стал Вот То есть Кто-то от нас отходит Конечно Процент запуска Огромный процент Успешных запусков Я считаю Очень высокий Вот Ну и наверное За счет этого Такие отношения Может быть Из-за этого И по многим вещам У меня этого не было Например Я этого не знаю Но У моих учеников Это есть Мне не проблема К любому Побратиться Всегда Они знают Что я Подскажу В своей специфике Потому что у меня есть Свои как бы Сильные стороны И свои слабые Вот И мне также подскажут То есть По лайтину Единственный вот Мой опыт Это вот Прайм Прайм тайм То есть Время Время очень важно То есть Там 6, 7, 8 Там вечера Вот Дата тоже Смотрите Там ценник сейчас Меняется Тоже Незначение Вот Так Владислав Если что Запуск шел По твоему сценарию 100 не верифай Около 30 верифай Потом PPC Вот Ну вот Я и за это говорю Тут В любом случае По поводу верифай Чуть-чуть не мой сценарий Потому что У меня верифай заканчивается Когда я зацеп делаю То есть У меня бывает И к сотне Приму Но я правда По одному Искаю Не больше 75 У меня Ну там Под 80 Максимум Раздач Вот По поводу Ну я честно могу сказать Я Практически не останавливаюсь По верифай Останавливают только люди Меня Когда они просто кончаются Потому что Основная проблема Недохода до трафика Это просто Мы недофинансирование А все остальное Это просто Мы залезем В такие конкурентные ниши Где средний продаж Гораздо выше наших возможностей Как я вот пример говорю Бывает Идешь по тем ключам 3, 5, 8, 13 А у людей например На первой странице Например По 20 продаж минимум Мы не пробьемся Даже с бустом Вот То есть Такая история Вот Латин тоже вариант Но надо просто сидеть И думать И считать Так Евгений Кто может редактировать Листинг Если в нем Нет создателя По каким Критериям Амазон дает Доступ На редактирование Какие данные Листинга Амазон Не разрешает Редактировать Я даже не знаю Ну вот я говорю У меня Конкурент Просто Нечестный Из того же Селсхаба Вот Он просто Видимо Ну я подозреваю По крайней мере так По почерку Это Он мне удалял Дескрипшн и буллеты И все Так что Можно Я не знаю Я этим не занимаюсь Я в этом не разбираюсь Я просто тупо рублю То есть я люблю торговать Мне нравится Конкурировать Я не Это самое Можно сказать Ничего не боюсь Ну Единственное Стоит больших нервов Каждый запуск Рестарт Это большие нервы Кто-то Любит Вот так работать Я не отношусь К людям Которые там Карма Не карма Бизнес есть бизнес У всех свой подход Нормальный Ничего страшного В этом нет Вот Но вот так Есть кто-то честно Работает Есть кто-то нечестно Ну сами поймите Если есть возможность Зарабатывать Тысячу в день Вот И вам кто-то мешает И вы нашли Такой механизм Который может позволить Это стабильно зарабатывать И люди уже там Я не знаю Достаточно Ну например там Тысячу в день Зарабатывают уже там Я не знаю Полгода То есть Большие деньги На самом деле С одного вшивого товара Который практически Ничего не стоит Таких Историй Я уже слышал не одну Вот Так что Есть такие моменты Вот И люди конкурируют И опять же Нечестность Она совершенно разная То есть Все по-разному Это один из вариантов Наверное Есть огромное количество других Я столкнулся Вот с такой ситуацией Мне убирали Мне меняли категории Под категории Мне убирали Просто bullet И description Я не знаю Серстер Мне не меняли Насколько я помню Title тоже не меняли Про storage fee Опять же Расскажу после То есть У меня два вопроса По гейтингу И storage fee Так что Сейчас Вот Все это Организовывается Как это Как мне мой ученик Один сказал Ящик пандора Открывается Опять Вот этого негатива На самом деле У нас есть возможность Verify выкупов Кто-то Негатив Льет И переливает И так далее Это делает Были не Verify отзывы В принципе Была возможность Также негатив Лить Но основная масса Люди адекватна Этим не занимается Из-за этого я Не вижу в этом Никаких таких вещей Глобальных То есть Все равно будут Какие-то зарубы Все равно будет Какая-то война То есть Будут какие-то нюансы А можно Отклеить У конкурента Можно Уже делали Отклеивали Проблемы в другом Они приклеивают На следующий день Обратно Туда-сюда гонять Просто смысл Деньги тратить Но если поржать То можно Например Там Я не знаю Black Friday Например Так сделать Ну то есть Такие топовые дни Просто Как Latin deal Друг говоря Просто взять На первую страницу Всех удалить Отклеить Вот эти все Ну просто Мы реально В ходовой нише Отклеили И там просто Были в шоке Сколько людей Приклеено То есть Представляете Я честно говоря Это не делал Это мой ученик Это делал А вот он мне рассказал То есть там Чуть ли из трех тысяч По-моему Осталось там Сотня И средняя оценка Две с половиной звезды Всего у человека Была То есть у его настоящей оценки Вот такие Вот такие глобальные Манипуляции Происходят на Амазоне Вы можете ими пользоваться Можете не пользоваться Еще раз говоря Риск На нашей совести Все рискуют Думайте как заранее Все это Нивелировать Так скажем Так Игорь дальше Продолжение темы Про склейку Конкурентам К нашему лисингу Другого лисинга С негативными отзывами Я тут подумал Что раз лисинг Не на гейте То конкуренты Не смогут добавить Его себе Инвентарь Следовательно Не смогут Редактировать его Получается Что тот Кого У кого есть Гейт на лисинге Защищен От такой черной Склейки Правильно я понял Еще раз говорю Про гейт Я узнаю Может быть Может быть Завтра отпишусь Может быть Сегодня отпишусь Но не знаю Просто Сколько это время Лайк придет То есть У меня два вопроса Про сторож фи Если мы делаем рестарт И по Потому что Опять же Я рассказываю То с чем сам сталкивался То есть Гейта нет Сторож фи Мне был только первый товар На сторож фи попадал Все остальные Мне в аутовстоки Или мы просто Досливаем их И все Так Дмитрий Видео встречи в Москве Где-то Интересно было посмотреть Ну а там Мы не записывали То есть Просто пообщались Здесь все То есть Ничего такого Особенно Спасибо за вашу информацию С каким Программ надо работать Чтобы найти Самим топовые ключи Ну Я работаю На Merchant World Sonar Helium Что-то там перестал работать Там американские номера Надо Что еще у нас Ну все остальные Scientific Например Можно использовать Кому так нравится Я иду от Минимум программ Я сколько Не болтался Сколько Мы не пробовали В конечном итоге Там и доминаторы И все остальное В конечном итоге Остался я на Merchant World Ну вот Потому что В конечном итоге Примерно все вокруг Докого пляшет А я все-таки Наверное За минимализм какой-то То есть Я не иду Вот у нас Илюха Он спец В вылизывании В идеал просто приводить Вот А я наверное Больше 20 на 8 Что-то такое 10 на 90 Наверное даже больше То есть Мне больше нравится Конвейер Конвейер ТС Конвейер ТС Конвейер ТС Конвейер ТС То есть Заходишь Пробуешь Заходишь Пробуешь Заходишь Пробуешь Я до сих пор Занимаюсь Амазоном Скоро буду 2 года В январе месяце Вот Я еще не наелся То есть Мне единственное Быть еще меньше нервничать С этими всеми запусками Вот Тогда вообще Красота была Ну надеюсь Тебе из-за Какая-то придет Вот Из-за этого Работаем в таком вот Режеме Жестком Вот Тяжелом Ну деваться Некуда Я честно могу сказать Я не хотел к Новому году Запускать товары Мне кажется Сейчас намного сложнее Запускать Плюс Амазон начинает Действительно Руки выкручивать И Очень в этом отношении Сложно Трафик увеличивается И я вижу Что действия Которые были летом Мне давались Просто Легко А сейчас И получалось В принципе Очень красиво На самом деле А сейчас Прям Действительно Надо на зубах Все тянуть Я говорю Все так быстро Меняется Я из-за этого Уже дату Надо на видео Ставить И писать всем Имейте ввиду Что все Что мы здесь делаем Это нарушение Правил Амазона И ответственность Вы берете на себя И второй момент Обращайте внимание На дату видео А то и не дай бог Будете делать То что я здесь сказал Или там Задумываться А уже там Время прошло Столько что Об этом даже Задумываться не надо Так Спасибо за ваш Ну таким Так понятно ГК Насколько сложно Заводить другие Аккаунты Пугают Что Амазон За эти Да не надо Голосе Забивать Ничего там Сложного Нет Вот Можно и письмо Написать Это все Кто не делает У них все сложно Вот Так что Никаких там Сложностей нет Вот я дома В России Никакой проблем Я Второго провайдера Завел Второй компьютер Поставил И На Ростника семьи Завел аккаунт Все дела Вот Сейчас на данный момент Верификацию Сбербанка Все остальное Не надо У меня вот один Ученик мучился По моему образцу Все делал Ничего не получалось Просто делал Верификацию Через пионер Так что Всем советую Россиянам Делать верификацию Через пионер Сам не делал Надо посмотреть Так Значит Илюха Да уж Веселуха У тебя Денис Да Так и есть Дозер Можно название Инструмента В чат Инструмента Какого Илюха Расскажешь потом По серебру Потому что Кельм дорогой Я сколько раз Пытался с ними По рефералке Договориться Что-то Не как они Это Какие-то они Ну вообще По-моему Даже не отвечали Они мне То что они Что Кейверт Инспектор Вот Вообще-то нет Селик Это же Селик По-моему Они и есть Сонар Вот и все Я с ними Разговаривал Они какие-то Непонятные Вообще Условия Выставляют По рефералке Просто Там грубо говоря Ничего Мне 10% Ну Зачем мне это надо Людям покупать Через месяц Они если захотят Сами купить То есть должна быть Выгода и для покупателя И для того Кто продает Но они видимо Очень жадные И с ними Как-то не срастают Или они не уважают Наше сообщество То есть им Недостаточно Количества людей Хотя я считаю По крайней мере Этой группой Занимаемся Трафикой Людей здесь Огромное количество И они Ну можно по постам Просто смотреть Мне кажется Не так много групп Западных И подтянемся И к ним И 30 тысяч Будет надеяться Так Инструмент Который перечислен Но Сейчас я посмотрю Я по-моему Уже это все скинул Вот сюда Сейчас Секундочку Куда-то я скинул Программу Вот Вот здесь В таблице Инструмента Все программы На старте Которым я пользуюсь Все Я считаю В принципе Больше такой Необходимости В этом нет Так Стас Есть скидка От Танзил Ван А скидка Заключается Не в скидке Непосредственно А увеличение тарифа То есть Как она была Так и есть Если по По этой тематике Тогда все скидки Находятся на первой странице На которой находятся Все условия Сотрудничества Консультации Все остальное Просто мы постепенно Уходим Как бы Именно К Наверное Личным консультациям Что-то такое Потому что у нас никогда Не было потокового обучения Если мы это сделаем Нам надо будет в команду Привлекать еще несколько человек В принципе люди есть Тогда мы будем делать Массовый продукт Который будет естественно Дешевле Но будет меньше Затрачено Личное время Вот Есть в принципе К этому Так скажем Не то что стремление Но в первую очередь Я считаю Должно гармонично развиваться Наш уровень Должен расти постепенно То есть Мы должны иметь Свои продажи Должен быть Свой серьезный опыт Тогда можно постепенно Увеличить планки Так мы постепенно В принципе и действуем И на данный момент Если я могу более-менее Контролировать Именно лично Аккаунты Я соответственно Лично их И пытаюсь контролировать Сужение А когда мы сможем Все-таки сделать Такой продукт Который будет давать Результат уже С меньшим личным общением Или мы возьмем Просто ребят На помощь Тогда мы соответственно Будем масштабировать Наверное вот так как-то Так Стас Как раскручивать Новый товар Уже второй этап После 20 плюс Ревью Посоветовать Пожалуйста Ну я не знаю Я в принципе рассказал Весь этап Невозможно 25 или 250 У вас Ревью Или отзыв Или картина Просто я ко всем инструментам Отношусь как к бусту Я не отношусь Как к каким-то вещам Связанным с Ну вот Например Там отзыва Verify или не Verify То есть например Как я заказываю Verify отзывы Я заказываю Verify отзывы Мне должна Читаться за ордера Обязательно Можно в принципе Если мы такие Супер То есть у нас Один товар Я считаю Мы там Купоны раздаем Вручную Можно и ордера Свидеть Потому что бывает Недобросовестные люди Реальные Которые делают возврат Даже мне Я уверен Точно делают Возвраты Хотя В любом случае Ко всем по разному Отношения И Как правило Стараются Кому хорошо Относишься С кем хорошие отношения И стараются тебе Хорошо сделать Вот Ну и такое бывает Потому что Мы вот некоторые Бывают выкупы Делаем Когда у нас на аккаунте Например два одинаковых товара Но разные Не вариации А именно товара Я делаю Бывает продвижение Сдвоенное Чтобы во-первых Срастить эти два товара В лисинге То есть где кипа у нас там То есть рекомендуемые товары И второй момент Это просто экономили Ревьюры Это из той серии Что на начальной стадии Да может это и палевно немножко Но Фу-ть-фу Так Прокатывало всегда И как бы это делать Опять же Разные аккаунты Я могу их совместить И с разных аккаунтов Делать Но я реально Ревьюры в Ерехвай Очень экономил Вот Так что Делаем вот таким образом И Вот эти вот там 25 Не 25 отзывов Тут не имеет значения Надо просто именно Делать запуск И смотреть Это ручное управление То есть по-другому Никак это не шаблон Не шаблонов И нет одного Простого решения Сложной задачи Невозможно Вы даже если в трафик Выведите С чем хорош Верифай А ну вот Я забыл про верифай сказать То есть Я Эти Ордера мне отчитались И я никого не прошу И не сижу Не долблю Когда мне придут отзывы Во-первых Мы делаем их большое количество А во-вторых Чем дольше их не напечатают Кажется Нам кажется так Тем скорее они пройдут Тем скорее они долго будут висеть Второй момент Это Я делал вот эту длинную паузу Потому что там Сначала товар придет Потом его Значит Покупатель получит Потом соответственно Придет письмо от Амазона Потом какая-то произойдет Пауза И после этого пишут Кто-то забывает Отзывы писать и так далее Вот у меня приходит негатив Я начинаю их пинать И они мне негатив закрывают Вот таким вот Максимально быстрым вариантом То есть Кто-то в запасе всегда висит Вот сейчас у меня есть такая Одна звезда Попросил мне что-то не видать Отзывы То есть Есть свои косяки Плюс Если вдвойный товар покупают Отзыв пишут Дают писать только на один товар Тоже Неприятный момент Хотя Бабки заплатил за два Вот Так что Моментов очень много Так что Да, спасибо Доминатор Доминатор Так Сантифик еще можно Но я еще говорю Я скинул здесь То есть Ссылочка есть Так что Задеюсь посмотреть Здесь пропустил старство Скажите как работает Склейку отзыва Первый раз Так и услышал Какие риски Ну Риски минимальные Опять же повторяюсь Потому что нам будут делать Другого аккаунта Делался для того Чтобы увеличить Количественную массу Или увеличить Рейтинг звезд Посмотрите пожалуйста Видео сначала Тогда будет более понятно Достаточно думаю Много будет информации полезной По крайней мере старался Наверное Наверное где-нибудь В ближайшее время Я сделал еще видео Опять кто-нибудь У меня сегодня вообще По фейсбуку Должно было быть Лайв Вот Вот я как бы Дырку заткнул Вот А в следующий раз Буду дырку затыкать Выбором товара Потому что Надо что-то систематизировать Рассказать о том Как я себе это вижу Можно будет Подискутировать По этому поводу Кстати сегодня Хотел я сделать Наконец-то Видеозвонок У меня Потому что Комната на 100 человек Можно голосом общаться Но 121 человек Это наверное рекорд 126 Там сколько тут Человек Там 130 было Постепенно Надеюсь Что полезность Видео растет Приятно Когда большое количество людей То что раньше Я помню Когда я начинал 100 было Я думал Это только начало Будет там 500 То что я помню Фейсбук Страницы Это вещал Когда программы не было А сейчас И столов за счастье Потому что Одно время Помню 30-40 человек Больше не приходило Так А по поводу Регулярности Да Стараюсь именно То есть Расписание Строго Понедельник Четверг 21.00 По Москве Время перенес Специально Чтобы было всем удобнее Так Дальше Денис Наталья справа Денис Не носуете ли вы Негативные отзывы Или вы Перекрываете их Верифайл На фидбэке В принципе Закрывается легко Отзывы Закрывается тяжело На них время Вообще не трачивает Почти не на одном аккаунте У меня даже почты нет Вот эти Зонмастеры Всякие Селсбекеры Вот Что-то совсем Все грустно Хочу Дениса Сулимчика Притащить Он Мне раньше Очень много Рассказывал Про Почты Про правильные письма Про Конверсию Писем И всего остального Хотелось бы Новинки у него узнать Потому что я просто Ими тупо не пользуюсь Вообще Потому что они меня Так задолбали Что Толку никакого Денег там Они особо не просят Еще банят Еще там Какие-то претензии А некоторых Я даже слышал Что даже за эти почты Банили За то, что они там Что-то покупатели просят Я говорю Сейчас Амазон Такое ощущение Очень стал сильно Реагировать на жалобы Так что можете На себе это попробовать Жалуйтесь На своих конкурентов На каких-то там Только не жалуйтесь На то, что вам пришел Негативный отзыв Когда вы уже наклепали 100 левых отзывов Потому что я говорю По неверифай Мы сейчас столкнулись Такой ситуации Что раньше этого не было Сейчас на данный момент Там писали уникальные тексты Мы все уже перепробовали Что могли Но не получается Вот И здесь тоже Та же самая история Не надо вот эти глупо ошибки делать Штефан Что скажете Про раздачу На старте С помощью Вера Линча Ничего не скажу Я купонами не пользуюсь Уже год Вот И без Вера Линча Спокойно раздавал Бесплатно Через фейсбук-группы Связаны с Амазоном Не вижу никаких сложностей Проблем У нас в принципе группа Проект Икс Я думаю по купонам У вас так же много бы выбрали Вера Линч Просто сервис Который это помогает Сделать там Через рассылки И так далее Ничего там у них белого Абсолютно нет Вот Из-за этого Ну это Вера Линча Я так понимаю Вера Линча Зонбласт Тоже самое абсолютно Вообще не интересны Мне эти сервисы Просто Вообще не понимаю этого Я понимаю Почему американцы Мне пользуются Потому что они не могут Сверифайл отзывы сделать Вот И у нас в этом отношении Есть конкурентное преимущество Как раз А у них вариантов нет Все эти Вера Линчи Томасоны Зонбласты Для меня лично Абсолютно бессалковые Сервисы Я потому что их давно заменил Целый год Мы над этим работали Постоянно Это улучшаем И заменяем Так что мне они не интересны Они просто Ну я не знаю Как сказать Услуга Значит Александр Услуга Перезапуска Для бусто Без вывоза товара Как решать вопрос Старом Асин Упаковке товара Ну Асин Никакой Упаковки товара нет Это СНК И СНК И СНК Остается прежним Голу даже все не сбивайте Уже много раз меняли Технически Это все делается Никаких проблем нет Просто Кипа у вас открывается И вы смотрите У вас на кипе Первый день Старт продаж У вас Асин Ток поменяется И все Правда что Так значит Виталий Правда что Выкупы по 2-3 штуки За раз Лучше ранжировать Я не знаю Я раньше делал и по 5 Мне и по 10 делал Выкупы в день Но перешел Я стратегию свою рассказал Почему я так перешел Тоже есть Причина Так что Каждый делает по своему Свою стратегию Рассказал Так Рубик Американцы Забесили Сказали что Стучат на всех Все особенно В конце года То есть Вот пожалуйста Рубик Читает по английски Американцы так и есть Они сидят Стучат То есть Вот скорее всего Все решение проблем Не верифай Верифай И всего остального Ну американская нация Она такая Вот У них У нас Стукач Последний человек А у них Как Павлик Морозов Ну видимо так То есть у них Свои Свои понимания Правильности То есть они Законы соблютают У них там Выкупы Не делают Там и так далее И так далее Они пользуются Веролинчами Веролинч это Та же самая Манипуляция Разницы никакой Отзывы там Практически не пишут Они делают Буст Ну Веролинч Буст Мы же можем Верифай Так же выкупы Делать и буст И не просить Отзыва На самом деле И будет Отзыв Верифай Я не знаю В 10-20 раз Круче чем Любой выкуп Там Веролинч Через купоны Купон у вас Сразу галка стоит Этот чувак Не торгует Он раздает товар Все Не будет у вас Никакого нормального Эффекта Да двигаются товары Но я сейчас говорю Поймите как правильно Объяснить Я не знаю Чтоб доходчиво Любые Манипуляции Связаны Со всякими Лайками Со всякими Ну вот Если объединить Непосредственно Все полезные действия Веролинч Зонбласт Они делают Соответственно Купонные выкупы Индусы Делали Различные корзины Кто-то Сейчас делает Там фейсбук Там лайки Это все Надувание Пустого Шарика Просто его Надувает 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 Он стал большим Он внутри пустой Там ничего нет Там нет основы Нет фундамента Пустышка Соответственно Там я не знаю Какой-то процент Просто поднимается вверх И цепляется Если классно Товар подготовлен Но он опять же Как я вначале говорил Человек уже спланировал Это что он там будет И что он будет Востребован Тогда это Отлично Все будет Отлично И у меня реально Есть такие товары С абсолютно Такими же фотографиями Цена Дешевле Чем у бестселлера Там на 10 Ой на 10 На 4 доллара Все Человек пришел У него был бестселлер Ранг Миллион 600 И он стал продавать 7-8 штук И у меня там отзывов Чуть-чуть было И он распродается У вас там По-моему уже распродал Это мы сделали Вот недавно Через Продвинули Через Вот этих вот Продвигальщиков Индусов Пакистанцев Типа этого Вот только местного Местного разлива А другой человек Запустил этот же товар Другой товар Такой же схемой Правда он не вышел В топ 10 Он вышел в топ 16 И у него цена была Например у всех конкурентов По 35 А у него 65 И ничего мы не смогли сделать То есть вот он вышел Просто он вышел в трафик Он повисел там И упал Потому что его товар Там не нужен То есть спрос На дорогие эти вещи Хотя у него Он более навороченный Более правильный Более продвинутый модель Но не срослось Вот такие причины Что такое Вот Никакого общего буста И повышения конверсии Ничего нет Скорее понижения Все эти заходы Все остальное Понижение конверсии происходит А Verify Это глобально другая вещь Это Буст Подкрепленный Фундаментом Это есть Продажи Которые дают Долгосрочный Долгосрочный эффект Даже Те же волны Долгосрочный эффект Из-за этого Я даже не знаю Сказать Чтобы Без мата Как сравнивать Вера Линч Зонбласт И все остальные С Verify Это просто Ну я не знаю Вот Просто Вот такая Камера Вот такая штучка Не более того Из-за этого Может быть Если кто-то считает Что это супер правильно Ну PPC супер правильно Но это дорого И Далеко не всем подходит Вот И я на данный момент До сих пор Без PPC Как-то обходился И ничего Вот Мы сейчас PPC будем Именно интегрировать Постепенно То есть я PPC Как разговаривали Мы много раз Специалистами Интегрируюсь Хочу Чтобы у меня 100 продаж Хочу 200 То есть я сейчас Топ 2 Хочу топ 1 Стать То есть я туда PPC Вкладываю Когда я уже Зарабатываю В день там 1000 долларов Я могу там 500 долларов Тратить на то Чтобы продвинуть Свой товар А там что Деньги во что вкладываю Статистику Статистика дает результат Ну и что мы там Набираем статистику Удаляем те Которые приносят убытки Оставляем то Что приносит доход На это надо время Чтоб больше набрать товар Так ладно Пошли к вопросам Так Дмитрий Был ли опыт Написать в поддержку С вопросом Про удаление Озыва Ну это вообще Ну если вы Супер Такой честный Чувак Который вообще Не выкупан Не занимался Ничем И то вас могут Ошкурить С Амазоном Лучше вообще Нимание не привлекать Своему листину По любым причинам Вы можете превращившись К изменению тайтла Вас начнут проверять И найдут Всякую фигню Сколько людей Вот людей забанили За то что они Жаловались из одного отзыва Что им нечестно Пришел один отзыв А сами забыли Что они сто отзывов Накрутили Ну это просто Слов нет Так Стефания По поводу 350 долларов в месяц Это минимальный тариф На суб Я помню И еще раз говорю Если есть другие альтернативы Лучше Ими пользоваться Но вот На еще По верифай Отзывам Там тоже Огромные проблемы Людей Нету Бесконечного количества Так что И зонбласт И веролинч Это просто В крайнем случае Может быть Придется уже использовать Все может быть Но это намного хуже Чем любой Верифайл Так Ирина По Селсбекеру Все зависит еще От вашей ниши Мы тоже отключили Этот сервис Так как это приносило Больше негатив Чем Ну я за это говорю Бывает Например О товаре Эффект О товаре Приходит через месяц Через два А мы тут долгим письмами Первый день Третий день Пятый день Потом сейчас Сделали одно письмо Там так вся То есть Очень много нюансов Связано с каждым товаром Я за это говорю Просто Эффект настолько Стал маленький Амазон так зашугал Ревьюеров Что просто Проще бабки платить Чтобы они писали То есть Ну вообще Искрайность в крайность Короче Амазон Искрайность в крайность Бросает И мы просто не знаем То есть Чем они занимаются То есть Если мы знали И мы тогда Перестроились И подстроились под них Но мы не знаем Что они чистят Так Том Не работает И поиск Амазон По любому запросу Выдает Мизер Такие ввожу Любой осин И Амазон его Находит Это что такое Непрямой вопрос Дальше Книжным бизнесом Не занимаюсь Так Ирина По Зонбласту И Вера Линчу Все это только Для резкого увеличения Продаж Отзывы Не имеют права Оставляясь По выкупам Со скидкой Перераздачи Да Я говорю Ситуация меняется Раньше Выкупов В принципе Отзывы не давая И сейчас Тем более Наверное Я не пользуюсь Ими Вообще ни разу В жизни не пользовался Когда Начинал В том году Когда На форуме Они там Рассказывали Зонбласт Красиво Ушан ездил А как они Анализируют Ниши Там ниши Проанализируют 10 минут Ну вот Листинги Они рассказывали По 500 Не помню Поскольку Они долларов Продают С гарантией Что у вас Увеличится Конверсия Моему ученику Они даже Деньги вернули За то Что у него Уменьшилось Ну уменьшились Продажи Я уж не помню Там что Просто я Ими не пользуюсь Мне не интересно Мы листинги За 100 долларов Пишем А они за 500 Ну просто Кому как нравится Так сказать Если кто считает Что Люди которые Говорят на английском Они умнее всех Я с этим не согласен Если считают Что Чем дороже Заплатишь Тем лучше Качество Получше услуги Тоже не согласен Я не использую Работают Работают они На них есть спрос У меня есть ученики Очень большое количество У кого консультируют Из Америки Они ходят на собрания С ними общаются И там ребята Занимаются Именно покупка Услуг у этих компаний Потому что Других вариантов нет Так Сергей Один из личных Амазон заблокировал Из-за жалоб Что товара Несоответствует Описание Это был новый товар На Амазоне Я первые Две недели Схватил несколько Амазон Чего есть Конкурент Просто пишет Жалобы Таким образом Устраняет на несколько дней Но тут Опять же Надо работать Здесь надо смотреть Вам релиз не поможет Потому что релиз делает Вам опять Это называется Черная-черная Битва Там Есть люди Специалисты Которые Этим вещами Занимаются Но Тут больше Ничего не скажешь Я сам пострадал Лично Из-за этого Могу свою историю Рассказать Я Да Тоже в бане Два листа Воюем Пожалуй Уже Похоже Да, Лех Ну Чем дальше Тем страшнее Так что С одной стороны Можно этим пользоваться С другой стороны Можно этим не пользоваться Кто-то верит в карму Кто-то У кого-то Есть понятие Честности У кого-то Нет понятия Честности Все по-разному Учить никого Не собираюсь Лично Дело каждого Обидно Когда сам На это Напарываешься Дмитрий Извините Как Амазон Относится Если нет Выкупа И поставили Не верифай Отзыв Ну там Два отзыва В неделю Если товар новый Да мы и по 10 ставили Никак не относится Амазон Вообще Наплевать Амазон Нужны продажи Вот И когда пошли жалобы Там по телевизору Они начнут С этими отзывами бороться Все Амазон Одна схема И очень многие Недобросовестные Вот эти продавцы Или там Манипуляторы Они этими пользуются Потому что Написали какую-нибудь Тупорылую жалобу Компания Которая Точно Вообще не является Патентобладателем Или там Хозяин торговой марки Просто писал Просто знает Куда написать Знает Как написать Все И Амазон просто Обкидывает Идите с ними решайте А им это и надо Даже если на день Вам продажи уронят Вы уже бы Свои ранг потеряете Уже позиции потеряете Итак Один, два, три раза Все, привет Я не хочу нагнетать Еще раз говорю Ни один мой ученик С кем я работаю Не вспомню Чтобы пострадал Таким образом Я только пострадал Так что Всю дрянь собрал Вот Так что Бывают Такие моменты Неприятные Но зато Наработал опыт Нашел людей Которые мне В этом отношении Помогли И Двигаемся дальше Все, что не делается К лучшему Надеюсь Джек Здравствуйте Стоит ли Представлять Поддельный Нвойс При работе По схеме Дропшикинг Ну я дропом Не занимаюсь Но стоит Вариантов Других нет Сам лично Предоставлял Когда заставляли На приват Ну а что делать Наши справки Требуют Такие Амазон Для верификации Которых Просто Не существует Там Верификацию Аккаунт Когда делал Приходилось Тоже Фотошопе Рисоваться Так Еще раз Стоит ли Игнорировать Запрос инвойса Просто Удалив Листинга Не представляет Инвойс Уже несколько раз Игнориру Вызовет ли это В дополнительной Проверке Аккаунта Я не знаю Вот по дропу Это другие ребята Они То есть вот у нас Как черная Белая страна Луны Я не знаю Еще что-то Но На линии Терминатора Мы находимся Или где Я не знаю Но в любом случае С инвойсами Слава богу Я С документацией Со всеми этими делами Никак Не сталкиваюсь Практически Из-за этого Ничего не скажу Знаю людей Кто этим занимается Просто Если какие-то проблемы С инвойсами Со всякими такими вещами Я к ним обращаюсь Они меня И закрывают Эти вопросы А я им помогаю По своим По своей специализации Так скажем Так Дальше У меня Карта Пионер Настроена На книжный бизнес Амазон Я могу использовать Эту карту Пионер В аккаунт Для продавца На Амазоне Я затрудняюсь Честно могу сказать Никогда вообще Книжками не торговал По-моему Там один Амазон Для всех Так что Ренси никакой нет И торгуй книжками И торгуй товарами Не вижу никаких проблем Но надо уточнять Ни разу Ни разу Даже книжкам Не приступал Не задумывался Неинтересно Не писатель И мне не нравится Продавать чужой труд То есть Вот кто там Что-то пишет Что-то заказывает Но не мое чуть Мне проще Просто книжками торговать То есть Кто-то сделал Я торгую просто товарами Любыми продуктами Неважно какими Джек Можете посоветовать Этих людей К кому обратиться Спасибо Так Так Могу посоветовать На скайп Меня сейчас выключен Обратитесь ко мне Мой скайп Я думаю найдете В шапке Группы Завтра наберите меня Я вам дам На Скайп Кто мне первый В голову приходит Специалист по инвойсам А так На самом деле Ребята очень много Вот И в группе Просто вот Я могу сказать Я надеюсь Что группа работает так Что Ну вообще Идея была всегда такая Чтобы здесь создать трафик Чтобы максимально большое количество людей Задавал свои вопросы И получал на них ответ Я далеко не все знаю И не собираюсь Об этом говорить И показывать свои знания Там Не знаю Потому что я знаю людей Которые Ну я не знаю Когда правила Амазона Просто переводятся на русский язык И преподносят Как будто Это статья Мне это просто убивает Вот И Огромное количество Грамотных людей Ответило на вопрос То есть Даже Даже быстрее Чем я Чем я вам дам Одного человека Вам советую Десятых Могут Как Евгений Как относится 3D фото Многие их используют Но в общем Можно использовать Их в литинге Ну конечно Наверное Можно использовать Какие проблемы Я Во-первых Я 3D фото Не использовал Не нашел себе Нормального партнера Кто мне нормально Это делал Вот Как-то Обходился Мне очень нравится Качественные фотографии Может быть У меня товары Такие Вот И Вот сейчас Мои фотографы взяли То есть У меня Мне получилась Просто такая история Что Первый мой Уже можно сказать Товарищ Друг Партнер С которым Познакомился На Амазоне Гуляет фотографом И он Как мне всегда Все же Фотографии Взял Но Он стремится Больше К продажам И Мы Как бы Ну вот Сейчас у нас На момент Там 7-6 запусков 9 запусков То есть Много фотографий Надо сделать Сложные продукты Прозрачные Там Силиконовые Стеклянные И так далее То есть Очень сложные продукты Их обрабатывают Но просто не успевают Я вот нашел сейчас Нового партнера По фотографии Мы сейчас тестим Пробуем Идут потихонечку Заказы Фотографии шикарные Которые я видел Именно у ребят Которые торгуют На Амазоне То есть моих учеников За это я в принципе Обратился И сам предложил Потому что Редко бывает Вот все фотографии Они Уровень Вот за год Просто изменился глобально То есть Фигни Которая раньше была Ее практически нет Но вот именно Уровень Круто И очень хорошо Он серьезно Имеет значение Вот сейчас мы Как бы такого Взяли На просто будем Пробовать 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 Изменять Соответственно Фотограф в Киеве Может быть В этом отношении Тоже как спрос Все равно Украина больше Может быть На замесе Профессионально Будем делать фотографии Не вижу никакие В этом проблемы Огромное количество Детям занимается Я в этом не разбираюсь Опять же Я предоставляю Просто услугу Какие-то свои гарантии Решение проблем И так далее Так Дайте людям Кто может Следующие вопросы То есть я делаю Обычную Работу Плюс Специалист по Фотошопу И всему остальному Мы в этом моменте Развиваемся То есть у нас Эта вакансия Не закрыта На данный момент Надеюсь Мы ее закроем То есть фотография Имеет огромное значение Вот Ну Вот человек Может делать 3D фото Я не спорю Огромное количество Людей Кто может делать Надо пробовать Надо тестировать Это такой длительный Процесс Очень сложный И По сотрудничеству И всем остальному Почему-то Люди Творческие профессии Как-то тяжело К бизнесу То есть Они почему-то Считают Что гораздо выгоднее Один раз Там два раза В группе Пост делать Ни копейки никому не платить И все И рады стараться Вот То есть Многие предлагают Сотрудничество Многие не предлагают У всех подход свой Сейчас вот Мы как бы Человеком начали Сотрудничать Посмотрим Как получится У всех свой подход Продвижение своих услуг Кто-то делиться не хочет Считает Что он эту работу делает А реклама Бесплатная Должна быть Ну то есть Все по-разному Кто-то пытается Колхозным каким-то Подвижением Я сейчас на данный момент В группе практически Вообще В принципе по группе Если кому-то интересно Я удаляю все рекламные посты Я не собираюсь там Миндальничать Не собираюсь юлить И так далее Я никакие посты А абонентский плат Ну то есть В смысле Вообще никогда не брал И не собираюсь Мне это неинтересно Мне интересны Партнерские отношения Дружеские партнерские отношения Потому что я занимаюсь продажами Мне Все эти сервисы Само интересны Из-за этого Наверное Я знаю Наверное Больше других может быть Ну или Много знаю Вот И людей много знаю Мне Партнерство Мне более интересно Когда Ниши не закрыты Вот например Фотографа у нас не было Мы с ними сотрудничали Естественно Многие постили свои Эти посты И так далее Сейчас Так как я с человеком работаю Я их удаляю То есть все ниши Которые мы закрываем Своими услугами Мы естественно их закрываем Вот и все Мне кажется Это по-честному Нормально Я не вижу в этом никаких проблем Вот Ну если кому-то я вижу Там не нравится Но Ну я не знаю Как еще Потому что Я понимаю Что Многие просто не привыкли Вообще делиться То есть им вообще ничего не хочется И кому-то отдавать Они считают Что Само собой все Ну тогда пожалуйста Рекламируйтесь Где хотите Какие проблемы Так Значит Могу делать 3D Круто Вот Ну вот тут Найдете себе клиентов Никаких проблем нет Мы 3D не делаем Как выбираете товар 555 Я не знаю Что по 555 Это тот румын Который рассказывал Вот О нем разговоры И вообще Что это по 555 Я не выбираю Так Я иду В топовые продавцы Топ 1 У меня Это вижу цель Не вижу преград Все Мне без разницы Вот Никаких 555 Никаких вот этих вещей Вот А тот человек Который вот Про эти схемы Рассказывал Мне вообще Он Очень не понравился Даже тогда Когда я толком Ничего не знал По Ромазу Ну вот Когда я помню Оппозиционировать себя Когда расскажут Как же видос Опубликовать И он Херню какую-то Нес целый час И вообще Об этом забыл Пока его не тормозули И сказали А видос Когда будешь рассказывать Вот И он там Что-то там промямлил Непонятно И убежал Вот Ну Такие специалисты Специфические Мне как-то Может конечно Я ошибаюсь Не знаю Но по факту Информации ноль Зря потрачено Так Дмитрий Денис Добрый вечер Как вы контролируете Свои финансы Пользовались ли вы Каким-либо сервисом Может сказать Что вам А нас контролирует Ну На данный момент Вот этот Флетчер Или какой-нибудь Фитчер Поставил Никак не разберусь Толком Аккаунтов много Вот Пока у нас Бардак с этим Честно могу сказать У меня разделение Финансов Идет То что я разделяю Аккаунты И у меня Везде есть партнеры То есть Я мне ни одного Своего аккаунта Нет Везде я вкладываю Пропорционально По деньгам Где-то на других Там условиях Не важно Но Весь смысл в том Что Так как аккаунт Раздроблен Достаточно просто Мне математика вести То есть Мне не надо Там десятками Вот Но пока мы не дошли До того Что на аккаунте Там десятки товаров Одни в ауте Одни не в ауте То есть Пока я до этого не дошел Вот Че еще Добрый вечер Как вы контролируете По поводу фотографа Фотографа Не помню Только вот начали работать Ничего не могу сказать Знаем Только что он в Киеве живет Вот И там они занимаются Много чан Ну а просто Это отдельно Как бы Посмотреть Затрудняюсь Просто Этим филомат Только-только начали сотрудничество Не помню Последние несколько дней У многих Просели продажи Ну вот Я скрин кидал У меня было 100 продаж Сейчас скажу вам Сейчас На данный момент У меня 38 продаж По этому товару В принципе На два дня У меня Где-то В 80 по-моему То есть вот Так Ну это опять У кого-то Это ниша зависит От сезонности От многих нюансов Я не знаю Я вообще не смотрю Просели продажи Не просели Надо двигаться постоянно Нельзя на одном товаре сидеть Завтра придет Какая-то Конкуренция Там еще Надо двигаться Двигаться То есть какой-то Определенный бюджет Там проели Определенный бюджет На развитие Ну как В классическом бизнесе Все одно и то же Так Значит Анри По цене К примеру Закупка С доставкой 5 А Не-не Такими товарами Я вообще не торгую Нет 5-5-5 Это вообще не то Нет Я торгую Так как у меня Я не миллионер У меня денег Оборотных Не так много Я стараюсь Отыскивать товары На которых я могу В принципе Я хотел видео Снять отдельно По выбору товара Вот Но Минимум Могу сказать Мое мнение Оно постоянно меняется Вот Тому что Под изменяется На данный момент Я ищу ниши Где топовый продавец Не является Амазоном Не является Каким-то топовым брендом И топовый продавец Продает больше всех То есть Он дороже всех И больше всех продает Мне такие ниши нравятся Я понимаю Я не понимаю Как он это делает Есть несколько Рисков Риски Что он это делает Не честно Есть риски Что он это Какой-то известный бренд Я его не знаю Какой-нибудь там региональный Или какой-нибудь там Кикстартер Какой-нибудь там Раскачанный А я его просто не знаю То есть могу ошибиться Можно пробить эту тему Так что посмотреть Не сложно Но если он нечестно Эту нишу держит Тогда сложно Это сделать Вот Но есть люди Которые Могут Нечестного человека На место поставить В другой стране Второй момент Если продавец Продает лучше всех Больше всех Является бестселлером Или типа этого Но он торгует ниже всех Это очень плохо Надо посмотреть его историю Написать, насколько он этим торгует Может он новичок Какие-то причины Но это уже Это плохой звонок Если ниша Самый худший вариант Теперь говорю Если ниша Все торгуют Очень плотно Там в долларе В двух Скорее всего там вообще маржи нет Но если только она не молодая Когда вы заходите Там по 20, по 50 Там по 100 отзывов И всех То есть они еще не Утрамбовались Но если они уже давно торгуют Там годами Знаете Значит там уже такая Оптимизация происходит Жесточайшая просто Вон я помню Силикон Бэкин Мэ Когда я им торговал В 13.90 Нормальная моя цена была У Амазон Бэсика Была 14.90 У Киза было Что там 15.30 Что-то такое На днях я заходил Случайно Там я монет По 11.90 По 12.90 продаю Я сомневаюсь Что закупка Так же сильно упала То есть там Оптимизация происходит Просто не по дням По часам Жесточайшая заруба Продажи падают Потому что эти Силиконовые маты Один раз купил и забыл И нафиг он больше не нужен Так что такая история Наценки Наценки Минимум Минимум Я планирую Чтобы моя наценка была 200 Процентов То есть 5-5-10 Вот так Это минимум вообще То есть я должен понимать Что это я буду все равно Достаточно очень Конкурентно по цене А вообще Вообще Это 300% Это нормально То есть когда я Имею 5-5 Ну там 5-5 не получится Понятно будет Там например Ну не знаю 5 Фи например 7-8 А доход Доход соответственно 15 Чистоган То есть 20 грязного То есть Вот такая вот Такая математика Это нормальная математика Но Такие товары Не просто найти Там Много всяких моментов Но оно того стоит Тогда вы можете себе позволить Оплачивать Пайпелом Спокойно И Спать спокойно Более-менее Вот Делать какие-то Промоушены Движения И Спокойно платить За срочную доставку Самолетом Ну то есть Вот все вот эти моменты Которые Другие не могут подводить Ну и Выхлоп соответственно Совершенно другой Из-за этого у нас Один товар окупает 3-4 неудачных Ну если такая ситуация бывает Хотя Такое к счастью Покатить Пусть-пу редко Надеюсь Все-таки К Новому году Мы С Портанем Под конец Так Значит дальше Леонид Много раз натыкался Как продают Подделки Наушник Apple Без отзыва По 100 штук в день Ну здесь опять На NFBM Потому что на них Также на их жалуются Все вот эти моменты делают Бизнесы разные Если мы говорим Про нормальные То есть Есть Много разных вещей Первая вещь Это например Когда нам рассказывают Люди Как космические корабли Бородят космос О том Как надо выстраивать бренды Как надо там На группы На инстаграм На фейсбуке Ну то есть Очень-очень-очень-очень Такой Долгий план С большими Инвестициями Со всякой такой вот Системой Это один момент Вот Я к нему не отношусь Потому что я так Даже на средний срок У меня есть среднесрочные планы Но они связаны с товарами То есть У меня глобально Как бы там Продажи То есть Ну и конкретных товаров Пока средний срок еще нет А долгосрок вообще нет Вот Я не знаю У кого-то это есть Соответственно Они это выстраивают То есть Никаких вопросов нет Особенно это касается Производителей И так далее Вот Мы просто Перепродаем товар На самом деле Вот И я У меня задача Одна Перепродать товар А есть люди Но это ближе к дропу К онлайну Они То есть Мы перепродаем Какие-то Более-менее там Ну не то что Неправильно Уникальные Но Я не знаю Даже как сказать Какие-то такие товары Которые мы там Отдельные Так скажем Может быть С каким-то изменениями Элементарными Но в любом случае Навинки Там модели То есть В любом случае Мы раскручиваем Лисинги сами Пускай товары Будут похожи на конкурентов Будут отличаться Только наклейки Но это Будет Наш уникальный товар Который мы По крайней мере Наш уникальный лисинг Я так сказал правильно Вот Дроп онлайн Это просто Вообще абсолютно То есть И в привате У нас здесь получается По большому счету Перепродажа Одних и тех же товаров И Ну мы там Делаем лисинги Фото и все остальное И продвигаем А в дропе онлайне Там все-таки Еще больше Именно перепродаж Товар То есть это Наверное Все-таки Все-таки Вот эти 100 штук Относится Именно к ним Вот Даже пускай Они делают Отдельные Лисинги Даже пускай Там ФБМ ФБА Банят Их закрывают Там И все остальное Просто это Торговля популярными товарами С бешенными оборотами Я просто туда Вообще не влазим Мне это не интересно Так Стефан Вы представляете Услуги по созданию Лисинга Вместе с ключами Выбраны вами Или ключи Конечно Вообще смысл Без ключей Конечно И не только ключи А еще и С всеми цифрами То есть это Данные мерчендворды Данные средних продаж По скопу Данные Конкурентое предложения Амазона Потому что Я выбираю ключи Обязательно по этим цифрам Я не выбираю ключи На глаз Я не выбираю Высокочастотники То есть обязательно Именно таким образом Так Видос по выбору товара Как руки дают Да Постараюсь Донести Как я себе это вижу Василий Как вы отправляете товар От производителя на Амазон Чтобы Это не узнал производитель Да никак Не загоняйся вообще Я еще ни разу не сталкивался С тем Что там Производитель Ну нет Это самое Я даже не знаю Как сказать это Да и в деконе Каждый Можно спокойно Продавать товар на Амазоне Вот Есть китайцы Наглые Нечестные И так далее И мы с этим сталкивались Но в любом случае В любом случае Мы Ну я не вижу Никаких таких Проблем Глобальных Что там китайцы Наши излирают товары Они торгуются Одним и тем же Они боятся Что у них На Алибабе Украдут их товары Если они новинку Сделают То есть у них Своих забот Полный рот Крупные компании Уже давно продают На Амазоне Вот Крупные перепродажники Давно уже торгуют на Амазоне Когда нам рассказывают Что китайцев нет Да они И в прошлом году И позапрошлым Уже море было И эти Как их звать Американцы Станали Американцы Станали Я разговаривал с человеком Из Германии Он тоже раньше Зарабатывал бешеные деньги Пришли китайцы И он перестал Бешеные деньги зарабатывать Потому что Начали демпинговать Начали продвигать Начали пользоваться Инструментами А человек Просто торговал Он просто выставил на Амазон И у него Обалденно продается Но это не вечно Придут кто-то Кто будет лучше тебя Всегда Всегда Лучше меня Лучше любого Вот Которые будут Более упорно работать Конкуренция будет расти Входной билет Будет себя дорожать Если это будет Популярный бизнес И сейчас он растет Он абсолютно Сразу видно Насколько Сложнее И дороже Каждый раз Запуск товара Не забывайте Что вы потратили Деньги на Товар На там Всякие На доставку Это основные затраты Постоянные Плюс Типа фотографии Что-то еще У вас еще есть Переменные затраты Которые Нестабильны То есть это продвижение Туда можно бюджеты 30 и 50 процентов Спокойно закладывать И не надо рассказывать Когда вы товар До 25 долларов Привезли Что мы не будем Его раздавать Потому что он дорогой Вы не раздавайте Но делайте с ним Что хотите Китайцы пачками Согласен Да нет В любом случае Вопросы Мне кажется Здесь никаких Не может быть Ну вот Тут все очевидно Мы пришли Наверное Самые последние Вот И что Ну Зря нас учили в школе Что-ли Поработаем И так Ничего Вроде нормально Получается Грех жаловаться Огромное количество Людей у меня На глазах Просто там Я не знаю Пенсионеры Зарабатывают Не у всех Конечно получается Но Ничего там такого Сверхъестественного нет Выбрали товар Более-менее удачно Правильно Запустили Успех гарантирован Долгосрочный Или Не долгосрочный Это уже другая история Надо за ним следить Надо развивать Вот Бизнес Может быть Да Развивать Чтобы более стабильно Он был Развивать бренд Но это Другие инвестиции Другий порядок Цифр И Другие специалисты Надо нанимать Так По-моему Три часа Или сколько уже Думаю Достаточно Наверное Давайте последний блок Вопрос Если есть И по домам Спать Или нет Два часа Два часа Уже Ну видим и все Всем спасибо Кто приходил Всем удачи Всем пока До свидания До свидания Продолжение следует...